Девушки отдыхают Три минуты Да, такое нельзя пропускать Мы собрали скидки и акции от застройщиков, чтобы вы не пропустили подходящие варианты Покупайте квартиры выгодно на Авито Покупайте квартиры выгодно на Авито Покупайте квартиры выгодно на Авито Покупайте квартиры, квартирография новостроек, современные предпочтения клиентов И хочу представить соведущего сегодня Это Андрей Петров, директор по развитию бизнеса в России Компания Сэмрон и Монсон Раз, два, три, да, добрый день, коллеги Рад вас видеть в этом прекрасном зале На данном конгрессе И позвольте тоже представить соведущую Альшаева Анжелика, коммерческий директор компании КВС Мы будем сегодня вести данную конференцию Хорошая новость, что у нас есть Присутствует шесть спикеров из восьми Надеюсь Пара недостающих спикеров появится в ходе конференции Если нет, мы постараемся справиться без них И первого спикера представит, наверное, Анжелика Ну, прежде чем представить первого спикера Значит, вы, наверное, уже это все слышали Но повторим еще раз Благодарим спонсоров нашего прекрасного мероприятия Генеральный партнер компании Домклик Главный партнер корпорации Адвикс недвижимости Официальный спонсор компании Самолет Плюс Генеральный информационный партнер Циангрупп Генеральный банк-спонсор ВТБ Титульный партнер Бургская недвижимость Ведущий партнер Авито недвижимость Эксклюзивный интернет-партнер Яндекс недвижимость Ну, я думаю, мы приступим Первый у нас спикер сегодняшней конференции Алексей Кашкаров Коммерческий директор компании Дивижн Тюмень И тема его выступления Оптимизация конструктивных решений Как найти бесплатные квадратные метры у себя на стройке Раз-раз Алексей, давайте Еще раз здравствуйте Меня зовут Алексей Что-то сам себя слышу, не слышу, микрофон Я коммерческий директор И в бывшем руководителе проекта в компании Дивижн Мы порядка трех лет активно занимаемся архитурой и проектированием У нас сейчас в портфеле порядка миллиона квадратных метров в мастер-планировании И полутора миллионов в тяжелом проектировании в пире Тема не совсем, наверное, для меня, так скажем, подходящая Но, тем не менее, сейчас не про квартирографию, наверное, в большей степени Об общем подходе к проектированию, как застройщики подходят к проектированию Как эти задачи решает архитектурное бюро И немного про оптимизацию конструктивных решений для застройщиков Кстати, скажите, а застройщиков там много в зале? Поднимите руку Отличные застройщики Отлично А техническая сторона застройщиков? Ну, я не продавцов имею в виду, а именно там техдиректора, гипы Хоть один, хоть один, ну, пожалуй Я еще ни разу не видела гипы на жилконгрессе А вдруг? А вдруг? Ладно, тогда, значит, мы, может быть, даже и презентацию оптимизируем Про конструктив, может быть, рассказывать не будем Так, ну, поехали Значит, с чего начнем, да? Как обычно начинается проект? Вы все работаете у застройщиков Понимаете, что проект, каждый проект начинается очень тяжело, да? Появляется какой-то земельный участок Начинают прикидывать там посадку Значит, и техзадания обычно придумываются где-то в отделе ПТО или ОКС И там просто люди, которые там 20 лет уже, 30 лет работают в отрасли строительной Просто накидывают то, с чем они привыкли работать, да? Из этого не УТП сделать, там ненормально построить, там все как обычно Вот Их задания обычно у застройщиков всегда придумываются из головы инженеров ПТО или ОКС Со стороны архитектурного бюро обычно работают архитекторы И они придумывают, фантазируют все, что угодно, да? У них там, я видел сам, там в двухкомнатных квартирах по 400 ИК появляется, значит, у них там, значит, появляются вент-каналы прям посередине квартиры, там, ну, то есть все, что угодно, но только не оптимальное проектирование Проектирование в отрыве от рынка, ну, это я говорю как раз про квартирографию, да? Когда мы продавали, продавали что-то одно И в отделе ПТО мы, кстати, сами недавно столкнулись с таким застройщиком, который просто нам скопировал тех заданий с прошлого проекта И у него там квартирография еще там с пятилетней давности, в общем, появилась откуда-то, когда продавцы и маркетологи, представители застройщиков взглянули на это Они покраснели, побледнели, попадали в обморок и, в общем, изменили тех заданий в лучшую сторону, я надеюсь, вот, и мы сейчас все переделываем Позиционирование, это больше, наверное, к маркетологам, да, относится, именно позиционирование, то, к которым застройщик привык, да? И то, которое должно продавать этот проект, ну, как получилось, да? Там все продают комфорт плюс, вот и мы комфорт плюс, она все-то очень так же, потолки 2,7, значит, там в мопах там лопомойка, еще что-то, в общем, все как обычно У всех там мы пошли, никаких УТП, ничего нет, все, продаем Вот, и приводит это обычно к тому, что такие проекты обычно начинаются сначала, либо продаются очень плохо, да? То есть мы имеем продажи там уже после ввода, 50%, значит, ассортимента, вот, и снижение, скидки, дисконты, в общем, все, что угодно, лишь бы паркать проект Мы, компания Division, значит, является перепроходцем понятия ликвидное проектирование Мы даже получили патент на эту фразу, ликвидное проектирование О чем эта фраза, да? Любой наш проект начинается с аналитики, с аналитики местного рынка, с появляющихся трендов Мы это все смотрим в динамике, мы смотрим экспонирование предложения на рынке каждого города, в карьерной локации Мы смотрим, что продается, мы общаемся с риэлторами, с экспертами, мы общаемся с самим застройщиком Как у него, почему такие продажи, да, именно почему ему нравится это продавать И формируем некую ликвидную квартирографию с самого начала, чтобы у нас появилось, ну, именно тот ассортимент, который нужен застройщику Далее подключаются архитекторы, но они сами по себе, мы их не допускаем к планировкам Мы привлекаем экспертов в продажах Если мы работаем с сильным застройщиком, то эксперты в продажах являются его же собственные продавцы Но и в нашей команде тоже есть эксперты Мы, наша там компания, в нашей команде там практически 90% выходцев, именно тоже застройщиков Через наши руки прошли там больше сотни проектов Ну, мы понимаем, какая квартира полетит, какая не полетит И, естественно, с нашими архитекторами мы сами сначала все прорабатываем, потом уже отдаем клиенту Про К1, ну, это мы называем коэффициент К1, не знаю, принятое понятие это или нет Это коэффициент полезной площади этажа, да Значит, понятно, что строить этаж, он должен быть от 350 до 500 метров квадратных И из этого обычно процентов 30-35 отдается просто на коридоры, на лифтовые, на лестницы и так далее С этим мы боремся Наш коэффициент, ну, средний по больнице сейчас у нас это 85-75, то есть процентов мы, это эффективность использования этажа, да Наши конструктора применяют принцип бережливого проектирования Это означает, что они каждый свой проект по новой раскладывают всю арматуру По новой, значит, рассчитывают весь бетон для того, чтобы просто сэкономить на самой стройке И, соответственно, наши маркетологи придумывают уже интересную ТП проекту Там какие-то фишки, не знаю, квартиры там с террасами, озеленение во дворе, за двором, в квартире там В общем, все, что можно для того, чтобы проект застройщика отличался от общего уровня проекта в городе Чтобы он хорошо продавался На выходе мы получаем ликвидный проект, который продается обычно до ввода Эти цифры уже проверены, у нас есть проекты после презентации Я могу с вами пообщаться на эту тему отдельно, если кому интересно Очень интересная тема, перепривязка Наверняка вы имели опыт продажи проектов с очередями, например, да Или где у нас есть типовые башни, например, или типовые кварталы И, соответственно, застройщик, приходя к проектировщику, говорит Вот у меня типовое решение, у меня башня Я хочу, чтобы вы ее просто разместили у меня на участке, на моем земельном участке И у меня все будет одинаково Соответственно, я вам заплачу за проектирование одной башни А все остальное я заплачу там по коэффициенту 30% Просто, чтобы вы просто перепривязали ее у меня на проекте Но по факту получается так, что уже вступая в продажи Уже на первой башне, уже клиент, застройщик понимает Что квартирография у нее не совсем та, ее нужно корректировать Да и просто, если это очередность То следующая очередь начинается через год, например, да И, соответственно, уже предпочтение клиентов как-то меняется Нужно что-то улучшать В каждом проекте, который продается больше 2-3 лет Все понимают, от маркетологов до продавцов, до технорей, наверное, уже Что нужно показывать клиенту более высокий уровень самого продукта Чтобы иметь внутреннюю миграцию Чтобы показывать, что рынок, в принципе, меняется Чтобы показывать свой продукт более лучше Соответственно, при привязке к таковой не бывает И мы поэтому в нее не сильно верим И считаем, что если мы имеем продукт Ему нужно уникально проектировать от начала до конца Дальше пойдем То, что мы делаем Понятно, что мы компания полного цикла Мы проектируем и брендируем комплексы Занимаемся аналитикой, консалтингом Но основное наше направление – это все-таки архитектура и проектирование Мы начинаем с эскизных проектов, с концептов Проектируем полностью 360 То, что я им рассказывал только что Про то, что у нас работают Это по продажам В организации планировок В формировании планировок В формировании фасадов Благоустройства и так далее И также делаем аудит планировок, конструктива То есть с этого обычно к нам приходят клиенты Говорят, посмотрите, пожалуйста, мой проект Что-то мне не нравятся мои планировки Мы их смотрим, показываем, где можно лучше Перерабатываем, если в этом есть необходимо Ну и работаем дальше То же самое мы делаем с конструктивом На конструктиве можно сэкономить вообще просто Дикие миллионы рублей Про это вторая часть презентации Давайте я попробую быстренько рассказать Чтобы не занимать ваше время Давайте начнем с архитектуры Простая история В данном кейсе Клиент предоставил такую историю И он попросил запроектировать паркинг многоуровневый Ну просто такая задача Такой ТЗ Показав участок У нас, значит, архитекторы сели за него Генпланисты причем Посмотрели, говорят А зачем там проектировать паркинг? Если мы поменяем расстановку машиномест То машиноместа, в принципе, падаются в земельный участок Ну то есть просто Нужно было генпланисту, тот, кто делал для нас этот проект Сесть, попробовать разные, ну, другие размеры Другую расстановку парковок, парковочных мест И в итоге можно было бы отказаться от строительства многоуровневого паркинга Что мы сделали? Мы показали в этом проекте Размещение Плоскостное размещение Наземное размещение парковок И сэкономили 400 миллионов Просто Наши руководители говорят Что когда даете те задания На генплан Вы рассказываете Титру генпланисту Сколько стоит земля под парковками Чтобы он тщательно проектировал Вот Вторая история связана с вынесением балконов Если мы говорим про проекты эконом-класса или комфорт-класса В принципе в них балконы добавляют просто дополнительную площадь фасада Что не может не сказываться на экономике Плюс это все нужно сочленять там холодный контур, теплый контур И все это обычно приводит просто к тому, что мы тратим дополнительные деньги То же самое относится к формированию МОП Это как раз вот тот пресловутый коэффициент К1 Мы называем это обычно галереями потерявшейся площади Когда площади МОП просто расходуется так, чтобы там Ну каким-то образом я один раз слышал от стороннего архитектора такое мнение Что ну просто должно быть комфортно Коридор там должен быть 1,8-2 метра Чтобы просто людям было комфортно ходить Но сам он этого никогда на себе не пробовал И думаю просто И в проектах эконом-класса может быть никогда не встречал Вот поэтому мы тщательно подбираем все ширины коридоров Очень на основе, ну на уровне даже эскиза Прорабатываем коэффициенты К1 Чтобы максимизировать полезную площадь этажа Так, ну инженерное решение точно рассказывать не буду Тут ничего интересного Вот Решение по конструктиву Ну тут простые истории на самом деле Я рассказываю даже это не специалистам техническим Это простая тема Связано с тем, что конструктора Ну таких типовых проектных бюро Просто берут, копируют свои решения Ну везде, где можно скопировать Вот В данном проекте, например, мы увидели, что в паркинге Ну просто используют арматуры более толще, чем нужно Проверили это все расчетами в программе Stark И показали, что можно использовать ее меньше Соответственно сэкономили несколько миллионов рублей То же самое сократили толщину перекрытия Добавили капители Сделали новый расчет конструктива И снова сэкономили несколько миллионов рублей Вот Итого на этом паркинге Мы сэкономили клиенту там порядка 50 миллионов Вот Точно такой же способ Ничего нового Все очень просто Просто нужно каждый раз Перекладывать арматуру Смотреть за расходом материала Все каждый раз загонять это все в программу моделирования В проверку И можно экономить большие деньги Вот Собственно Этим занимается наша конструкция С утра до вечера Вот А архитекторы, к сожалению В моей презентации, наверное, я картину вам не покажу Но архитекторы занимаются у нас оптимизацией Архитектурных решений Именно планировочных решений И Часто принято понимать, что, например, квартирография Это именно Не соотношение, процентное соотношение квартир А именно планировочное решение Все-таки стоит разделять Квартирография Это именно процентное соотношение И квартирности, и комнатности, и площадей квартир А планировочное решение Это некая отдельная история У нас в этом тоже высокая компетенция, зачастую просто архитекторам и коммерческой службе застройщика нужно очень плотно работать для того, чтобы показывать эффективные планировки и делать ликвидный продукт, к чему, собственно, я всех призываю. Все, спасибо большое. Спасибо большое. Есть ли какие-то вопросы к Алексею? Не стесняйтесь, задавайте. Все поражены конструкторскими бетонами и все прочее. Гипов нет, вопросов нет. Я отвечу, если что-то подходить. Да. Мы занимаемся. Да, конечно, я задам. Спасибо. Спасибо. Ну, большие проекты состоят из, все равно, из маленьких секций. Правильно. То есть нам, по сути, нужно проработать там хотя бы как минимум один квартал для того, чтобы понимать, что у нас получается в общем в квартирографии. 400 параметров – это, конечно, классно. Классно, но по факту ключевых параметров, это как по принципу Паретто, да, то есть там порядка 10-15 параметров делают проект эффективным. Все остальное лишь, ну, там, так сказать, доведение до совершенства. Поэтому людям все подвластно, можно делать, оптимизировать самим. Спасибо большое, Алексей. Так, дальше у нас выступает Андрей Петров, еще раз повторюсь, директор по развитию бизнеса в России Сэмрин Монсон. Раз, два, три, да. Спасибо, Анжелика. Я, наверное, выйду вниз, да, чтобы мне быть как Алексей. Вот, не выделяться на подиуме, на трибуне. Да, можно я тоже дополню и отвечу вот на вопрос, который задал наш коллег из зала, да, по поводу квартирографии, по поводу попадания в 400 компонентов, 400 параметров. На самом деле, вот я расскажу такой быль, которая у нас была, наверное, лет 10 назад, 11. Мы проектировали компанию с пабареновацией в Петербурге, достаточно большой жилой комплекс, вот, и там был флотмикс 35 типологий квартир, вот, при этом дом был по заданию панельным, вот, при этом это были панели битсет, финское производство, панели, которые там с настраиваемыми матрицами, стоимость панели не зависит от количества матриц, вот, и, собственно говоря, когда мы проводили диалог с заказчиком, мы там, заказчик говорит, мы посчитали, нам уже 36 типологий квартир. То есть, словом, говорит, там есть однушки, там 6 типологий, там, ну и так далее, да. При этом градация между ними, на самом деле, она ничтожная, по большому счету, да. И у меня были диалоги, там, и с владельцем, и с, как, коммерческим маркетинговым директором. Вот, у вас есть прекрасный маркетинговый директор, ну, давайте мы возьмем вот другого прекрасного маркетингового директора, он сделает там 36 грейд, да, на самом деле они будут немножко отличаться. Давайте мы упростим. Вот, в итоге мы попали, естественно, ну, там было уже пятно понятное, там были зажаты кео, инсуляция, но мы вышли на эти 36 грейдов. Вот, ну, понятно, что потом, когда мы посчитали, у нас было там 600 панелей в этом доме, да, и стоимость панели в закупке, она была та же самая, да, но проблема заключалась в том, что когда стройка сдвинулась, ну, это медицинский факт, да, график производства на заводе не сдвинулся, потому что завод работал не только с одним застройщиком, но и с другими, да, соответственно, потом все поплыло, и все развалилось вот просто из-за вот этого требования 400 параметров. Поэтому, мне кажется, вот, ответ на ваш вопрос можно просто взять и приоритизировать какие-то главные вещи, да, и, может быть, там, упустить какие-то менее важные. Давайте. Слушайте, очень быстро, ну, вот я сейчас буду рассказывать про наш скандинавский дружественный опыт, да, то есть вот мои шведы делают огромные, то есть, ну, у нас большие проекты, у нас там именно за это время, там, миллион 3-4 спроектировали, вот, ну, не знаю, там, но они очень быстро, там, буквально неделя, и, ну, мы идем от общего к частному, сначала мы занимаемся, ну, если интересно, я потом расскажу, как мы проектируем, да, то есть мы идем от общего к частному, сначала у нас идея, мастер-план, который реализует эту идею, и потом у нас есть, как бы, компоновочная схема квартир на этаже, мы точно понимаем, что мы попали вот в грейды, да, а дальше уже, соответственно, у нас есть понятные габариты секции, понятная глубина, ширина, дальше мы, по сути, уже, ну, у нас там большая база знаний, мы туда попадаем. Давайте, все-таки, я вернусь к своей теме выступления, да, я немножко, как бы, ее скорректировал, мы вот с Сергеем Бардином ее изначально по-другому называли, но я просто подумал, что тут куча архитекторов, давайте я поговорю, поскольку все-таки мы находимся на жилконгрессе, и наверняка здесь процентов 80 будет не девелоперов, а риэлторов, да, давайте поговорим про продукт, про продуктологию, вот, и я, наверное, покажу, что бывает, что можно продавать, и, возможно, это как-то расширит, с одной стороны, ваш кругозор, да, с другой стороны, мне кажется, может быть, даст какие-то новые, новые дыхания в продаже тех квартир, которые вы продаете, да, то есть то, что я буду показывать, я назвал новые продукты на рынке жилонедвижимости в концепции устойчивого развития мегаполиса, скандинавский опыт, ну, потому что мы представляем шведский концерн, вот, в России ему 10 лет, рекламировать себя не буду, не буду рассказывать про наши проекты, буду рассказывать про продукты, еще маленькая тоже ремарка, потому что, вот в чем, наверное, принципиальное отличие и вот в чем мы сходимся от большинства архитекторов на рынке России, да, вот в чем мы сходимся с предыдущим оратором, лектором, спикером, да, то, что в Скандинавии, в Европе вообще архитектор это, по сути, продуктологи, да, то есть они консультанты, и даже сама структура проектирования, она, как бы, по сути, обвязывается вокруг архитектора, есть лид-архитект, который отвечает за квартирографию, за, там, за продукты, за внешний облик, там, за тэпы, за различные коэффициенты, профит, профит, всякие тесты и так далее, да, да, а дальше есть уже инженеры и конструкторы, которые, которые реализуют идею архитектора. Поскольку я назвал свое выступление в контексте «Новый продукт в контексте устойчивого развития», пару слов о, как мы понимаем, устойчивости, да, мне кажется, это крайне важно, и вот, наконец-таки, это понимание, может быть, даже не понимание, а востребованность этого пришла на рынок России, ну, вот, уже точно, там, 2-3-4-5 лет, вот, если, там, 10 лет назад это была абсолютно пиар, как бы, такая вот фишка, да, то есть, это больше относилось к бизнес-центрам класса А, которые делались под иностранные компании, конечно, нужно было его, там, засертифицировать по каким-то, там, зеленым технологиям, там, рям, лиц, там, и так далее, да, вид, вот. Сейчас, мне кажется, появился другой класс потребителей, конечно, они заточены и настроены на новый продукт. Как мы понимаем устойчивость? Мы понимаем ее в трех аспектах. Это устойчивость экологическая, кстати, более-менее все понятно, да, то есть, это применение зеленых технологий, то есть, это и раздельность бру мусора, даже в некоторых комплексах появляется, там, как бы, там, сбор и переработка дождевой воды, и т.д., и т.п., это применение нетоксичных материалов, мне кажется, это тоже мы все понимаем, вред и неправильность применения всяких токсичных материалов в производстве домостроения, да, поэтому это крайне важно. Вот, еще такой момент, очень часто экологическую устойчивость сводит к энергоэффективности, вот, но, вот, кстати, я тут недавно готовил информацию, там, для доклада моих шведов на сессии ООН, вот, я посмотрел, насколько выросли тарифы за последние 20 лет, ну, я сразу вам дам ответ, чтобы, там, не входить с вами в диалог, не тратить время 25 раз, то есть, тарифы, если зайдете на МОСЭнерго, в 2001 году были 20 копеек, сейчас они, там, порядка 5 рублей, там, в зависимости от системы, как бы, системы, там, есть электроплита, нет электроплита и так далее, то есть, вопросы энергоэффективности также становятся важными. Следующий компонент – это социальная устойчивость, ну, мы такая же, Швеция, такая же социально ориентированная страна, как Россия, да, то есть, если коротко, то, по сути, при проектировании жилого комплекса нужно найти, то есть, нужно рассматривать разные целевые группы, потому что это будет, скажем так, ну, во-первых, это правильно, это одна история, да, а второе, если мы говорим про большой горизонт планирования, конечно, нужно понимать, для кого будет ориентирован, на кого будет ориентирован данный жилой комплекс, там, при вторичных продажах, там, третичных, там, и так далее, вот, и экономическая устойчивость, ну, понятно, что мы сейчас говорим о том, что говорил Алексей до меня, это по поводу, там, sellable area, отношения коэффициентов продаваемой площади к общей площади, у нас тоже 0,85, там, на каких-то таких мегапроектах, там, типа, там, эконом-класса, да, вот, но нужно задумываться не только о капексах, но и операционных затратах, да, потому что мы понимаем, что мы, жалко, что не выступил сегодня Никита Маликов, который там должен был для меня выступать, и как раз у него есть такая сентенция, что современные должна быть, дома должны быть сенсационными сегодня, да, но вот, должны быть устойчивыми во времени, там, на протяжении 30 лет, вот, поэтому мы говорим про то, что, конечно, нужно строить дома, которые будут также экономически устойчивы на протяжении, там, длительного времени, это тоже понятно, как делать, это и понимание эксплуатационных затрат, это различные шеринги, о которых я сейчас буду говорить, это generic structure, это общие структуры, это унификация деталей узлов, о чем говорил Алексей, в том числе инженерных узлов, префабрикация и т.д. и т.п., если хотите, можно в кулуарах или, там, или не в кулуарах над тем поговорить. И второй кит, на котором строится, вот, то, о чем буду рассказывать, это многообразие и вариативность, нашел такую картинку, это рендер, это, ну, по-нашему, это комплексный код, это комплексная освоение территории, город Гетеборг, там, плюс полтора миллиона квадратных метров планируется построить, вот, ну, мне кажется, очень хорошо видно на этой картинке то самое разнообразие и формы, и содержание, как бы, нового, как бы, Гетеборга, да, мы все хотим жить, как за городом, при этом мы хотим иметь, там, кастомизированный, как свой телефон и, там, не знаю, машину, свой дом, понимать, там, найти свое окно, там, не в многоэтажных, там, небоскребах, да, вот в конкретном домике, да, и, соответственно, иметь комфорт городской жизни. Вот, ну, вот, и сельская идея в городской черте, вот, вот, ну, а давайте мы теперь вернемся в мегаполис, поскольку все-таки я буду говорить не о сельской жизни, не о загородной мегаполисе, вот, понятно, что, что происходит на рынке сегодня. Стоимость земли возрастает многократно, естественно, застройщики должны строить квадратные метры с очень высокой плотностью населения на метре квадратном. Кстати, вот мы тут анализировали на одной конференции специально плотные застройки в Барселоне и в Нью-Йорке. На самом деле она оказалась, ну, более-менее одинаковая, то есть 25-30 тысяч квадратных метров на один гектар, вот, коэффициент, соответственно, там, 2,5-3, вот, но это тоже понятно. Почему? Потому что в Барселоне очень плотная застройка, очень маленькие дворы, маленькие, то есть, нету проблем, то есть, инсуляционных, вот, ну, в Нью-Йорке, Южной Манхэттене построен по другим принципам. Итак, высокая плотная застройка диктует требования к новым жилым комплексам в том плане, что требования к функциональной программе не меняются. Понятно, что мы хотим не только жить, мы хотим, там, в 5-минутной доступности иметь детский садик, спорт, ритейл, там, интертеймент и так далее, да. Ну, тут я 3-4 рендера приведу. Это жилой комплекс, который в таком формате Mixed Used, многофункциональный. Это Geteborg, 200, 325 тысяч квадратных метров, кстати, это самый высокий небоскреб. Сейчас я пролистаю его тут, Северной Европы. Я специально его обрезал, потому что вот саму концепцию небоскреба делали не мы, а американцы ССОМ, которые проектировали Буршель-Араб. Вот все, что в округе, все дома и мастер-планы, и уже адаптации вот этого небоскреба, как Карла Торнадт, делали мои шведы. Вот, но я хотел говорить, собственно говоря, не об этом. Хотел говорить о том, что у нас будет появляться абсолютно новый класс недвижимости, будут появляться дома такие Mixed Used, да, и вот, мне кажется, такая многослойная история, вот, вот на этом, как бы, разрезе, который мы видим, который сделали мои шведы, да, то есть мы видим нижний этаж, это ритейл, бутики, и то, что вот мы видим, вот, вот, проходя по нашей прекрасной пешеходной улице, на следующем уровне у нас конторы, кстати, по-шведски офис это будет контора, ну, а дальше у нас жилье, и вот небоскреб, который мы проектируем, он самый высокий жилой небоскреб в Северной Европе, 245 метров, вот так выглядит улица, и так вопросы про разнообразие, про устойчивые материалы, нетоксичные материалы, кирпич, камень, разная архитектура, разные личные приемы, можем долго говорить про благоустройство, различные лакуны, смена ритма, вот, в этом микрорайоне, вот, ну, вот, и тоже прекрасный слайд, мне кажется, это вот тоже архитектура будущего, когда у нас появляются какие-то благоустроенные истории, уже не на первом уровне, даже не на уровне стилобат, а там, как в Японии, на каких-то там уже, там, более высоких этажах, да, и вот эти общественные пространства можно, там, экономить на мопах в здании, да, но, тем не менее, устраивать вот таких вот на... конструкторы с этим справятся, как говорит великий Магнус Монсон, если конструктор не может проектировать проем 17 метров, смените конструкторы, и у вас все будет хорошо, вот, ну, вот, и так это все выглядит, стоит из зрения городского пейзажа. Следующее, если мы говорим про продукты, тоже история, которая появилась, на самом деле, в Швеции не так давно, это буквально, ну, в моей памяти, 10 лет назад это точно не было, это мобилированные квартиры, это вот мобилированные квартиры вот в этом комплексе Карла Стаден, который я вам только что показывал, вот, почему, ну, во-первых, это удобно, это выгодно, это выгодно даже в России, потому что те же самые квартиры с кухнями, с ванными, комнатами упакованными можно включать, как я понимаю, в апатичный, как бы, платеж, и поэтому, скорее всего, это вот наше будущее, когда мы будем квартиры покупать уже мобилированные и будем доверять качественным дизайнерам, которые покупают, которые уже разрабатывают квартиры по конкретной мебели. Это, Анжелика, прекрати смотреть на часы, я, 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 10 минут, я, я, я уложусь, оставшиеся, я время контролирую. Это уже пример вот из квартиры, наверное, ну, наверное, комфорт-класса, да, тоже такая полностью префабрикованная квартира с мебелью, с, как бы, с тканями, уже даже с какими-то декоративными элементами и так далее. Следующая история, которую я хотел сказать, это по поводу функциональных квартир. На самом деле, как бы, смарт-квартира, это придумала не легенда, кто знает такую прекрасную компанию из Петербурга, да, это компания, которая сконцентрировалась на проектировании, там, суперэргономичных и функциональных квартир. Они продавали не квадратные метры, а продавали пространство для жизни, там, семьи, там, с одним ребенком, с двумя, там, не знаю, там, с бабушкой, с дедушкой, там, не знаю, там, с собакой, без собаки, с кошкой и с петухом. Вот, но, тем не менее, мы говорим про функциональный дизайн, и это наша такая история, в общем-то, почему нас любят все застройщики до Хабаровска, Владивостока, Магадана, там, и с юга, потому что, по большому счету, мы вытаскиваем там супер-пупер коэффициенты эффективности, делаем крайне эффективные и необычные планировки, где нет ни одного, там, забытого квадратного метра. Долго об этом рассказывать не буду, хочу только остановиться на вот, на кривых узлах, углах неортогональных, но это я лучше продемонстрировал на следующем слайде. Это вот такая история, коливинг, тоже, мне кажется, история абсолютно недооцененная по понятным причинам, потому что были раньше, после Великой Отечественной войны, масса этих самых коммуналок, в том числе в Петербурге, откуда я. Вот, и, конечно, вот этот флёр коммунальной квартиры испортил ауру коливинга, хотя история крайне популярная абсолютно во всей Европе. Это вот пример шведской такой квартиры коливинг, мы видим четыре спальни, общую зону и так далее. Но вот я покажу более интересные планировки, это трёхуровни, вот слева это вот три этажа трёхуровневого коливинга, вот у нас на каждом этаже раз, два, три, четыре, пять, по-моему, четыре или пять спален, каждая спальня находится своим санузлом и с какой-то небольшой лаунж-зоной и с большой вот зоной вот на третьем этаже или на первом, не знаю, наверное, на первом, да, вот, которое мы видим на верхнем слайде. Ну, и бывают другие коливинги, когда у нас нету санузлов в юнитах, да, когда у нас отдельно. Но это про то, что вот это, наверное, какое-то будущее, которое скоро риелторы будут продавать. Вот тоже в противовес коливингам это жилье 65+. Я, по крайней мере, знаю один проект в России, где, то есть мы говорим сейчас не про дома для престарелых, не про дома для дожития, но про то, что у нас пенсия начинается, как в Швеции, в 66 лет, 65 у мужчин. Средний возраст, правда, пока отстаёт лет на 10, вот, но тем не менее активность и желание, как бы, жить вместе, там, со своими сверстниками, потанцевать, выучить китайский, но это про шведов, не про русских, хотя русским тоже пора уже учить китайский язык, вот. Может быть, там, научиться игре в Гоа, вот. И возникают разные новые продукты. Вот есть квартира, где, там, как бы, спальни, как бы, ну, то есть, по сути, может быть, полноценная квартира, а может быть, квартира, как коливинг уже, вот, для людей 65+. Вот, думал я включить, не включить вот этот проект, тоже интересный, да, это тоже ещё один элемент такого mixed-used, mixed-used, да, то есть, это апартаменты, совмещенные для длительного проживания и для короткого проживания. Это стоит город Лунд, Лунд на юге Швеции. И, собственно говоря, проект возник из-за того, что девелопер никак не мог понять всё-таки, чего ему делать. Ему делать под конкретного оператора гостиницу или делать апартаменты для короткого, для длительного проживания. В итоге, вот, сделали такой вот, такой комплекс, вот, если посмотреть на планировки, вот, левая часть, это, это про короткое проживание, а вот правая часть про длительное проживание, но это, это с сервисом. И, мне кажется, тоже очень хороший инвестиционный продукт, что тоже можно менять в зависимости, вот, ну, как бы, от потребностей рынка. Ну, сейчас закрыли границы, да, сейчас много, с другой стороны, есть русских туристов, которые могут ездить в Петербург, Москву, Екатеринбург, Казань, там, и так далее, да, и покупать, вот, ну, покупать, инвестировать. И, чем хороши такие продукты, то, что они, у них очень высокая, как бы, заполняемость, там, ну, как я понимаю, не меньше 70% времени, вот, в такого рода комплексах. Новый тоже продукт, я, честно говоря, знаю таких пару продуктов в Москве, это апартаменты в премиальном сегменте, в Швеции они появились совсем недавно, раньше вообще этого не было, это тоже, вот, чем, в чем принципиально отличается такое жилье, от жилья, которое покупается в собственность, то, что это квартиры, как бы, инвестиционные, вот, очень маленькие планировки, очень хорошая локация, то есть это или загород какой-то, там, для загородного ретрита, или квартиры, там, где-то в самом центре центра, вот, как говорят французы, «la crème de la crème», как бы, сливки общества, вот, но на самом деле, конечно, мне кажется, это тоже такой продукт, который скоро появится на рынке, ритейлеры будут его продавать. То есть корпоративные квартиры, ну, по крайней мере, я в России столкнулся, там, общаясь с «Урсалом» и с людьми терипаски, вот, на эту тему, да, на самом деле, тоже тема крайне востребованная, потому что мы даже говорим не только про те, кто приезжает и вахтенным методом где-то работает, да, то есть те же самые какие-то зоны, там, с пониженным налогоблажением, какие-нибудь, там, Скалтехи, Сколково, да, то есть вот корпоративные квартиры крайне, крайне интересные, ну, это пример тоже нашего дома, который мы, кстати, не только занимаемся архитектурой, мы еще занимаемся и строительством, и управлением, там, и так далее, вот, и опять про общественные зоны, да, то есть понятно, что очень маленькие юниты, где мы, где живут корпоративные клиенты, да, ну, вот, какие-то вот эти фасилитис, которые находятся на, там, на первом этаже, на крыше и так далее, вот. Супер-пупер тема, вот я уже рассказываю, там, третий раз про нее, и застройщики, и крайне ей заинтересованы, по-шведски это называется «бокл», как по-русски называется, не знаю, то есть я обозвал «малый бизнес плюс жилье». Что такое-то, понятно, да, то есть это квартира, которая совмещенная, вот есть планировка, вот, вот эта квартира, большая квартира, то есть это на первом этаже совмещенная квартира, как бы, с коммерцией, то есть мне кажется, это тоже тема суперинтересная, компактная, мы заходим через, как бы, через коридор, попадаем, как бы, в два, условно говоря, отсека, вот, и с одной стороны выходит на улицу у нас коммерция, может быть, там все что угодно быть, да, то есть, ну, я обрезал мне целую презентацию на эту тему, да, ну, вот я выбрал два примера, это, например, кофешоп, вот, и можно фантазировать дальше, можно вообще сделать, как бы, шоурум, можно сделать, там, двухуровневую квартиру, то есть, по сути, она даже трехуровневая, да, то есть мы видим, как бы, лестницу, вот, Анжелика уже записывает, КВС скоро будет, я так понимаю, заказывать у нас или не у нас подобные квартиры, вот, кстати, кроме нас мало кто остался из иностранцев в России, вот, и вообще неубиенная тема, вот, я сочетал аналитику испанскую и американскую, сейчас самая маржинальная вообще история по, как бы, вот, в жилом секторе, это квартира для студентов, потому что во всех странах мира растет количество, там, новых специальностей, возникает перепрофилирование, вот, возникают какие-то новые, там, факультеты, вот, и большая, там, транснациональная движуха, вот, и, собственно говоря, где-то нужно жить с студентом, который приезжает из Сингапура в Нью-Йорк и обратно, вот, и, собственно говоря, возникает студенческое жилье, оно супер маржинальное, это пример нашего кампуса для Королевского технического университета в городе Стокгольм, получили массу премий, там, европейских и шведских, там, не буду долго рассказывать, просто покажу, почему оно эффективно, потому что длиннющие коридоры, как в советских общагах, да, вот, ну, конечно, нужно еще, там, замысел архитектор, который вот изогнет коридор, чтобы он смотрелся таким, как бы, длинным, вот, и, кстати, вот, в Швеции мало норм градостроительных и вообще связанных с проектированием, но очень много норм, связанных с защитой социальных определенных групп, в том числе студентов, там, маломобильных групп населения, в том числе студентов, и, например, вот, в Швеции есть норма, хотя спальня в жилье, просто в жилье эконом-классе комфорт, там, бывает 8, 9, 10 метров, тем не менее, для студента нужно 19,5 квадратных метров, но при этом еще нужно разместить 3 кубометра стороджей и еще нужно 2 кубометра, 2 парковочных места для велосипеда, не знаю, зачем 2, полагается 2, вот, и, собственно говоря, это вот такие вот, это уже идет проектирование, как бы, по сути, в 3D, в 4D, в 5D, для того, чтобы туда вместить все необходимые. Понятно, вот, у меня тут есть два рендера, там вообще есть 3 дизайн-кода для этих квартир, это уже полностью мобилированные квартиры, которые сдаются, причем сдаются дорого, там на них очередь, поэтому, если есть девелоперы, стройте жилье для студентов, потому что это реально вещь, как бы, крутая, мало кто тем занимается, принимайте иностранный опыт. Вот, и закончу, ну, почти закончу свое, там, короткий спич по поводу комьюнити-центра, соседский центр. Первую историю мы придумали в 12-м году, когда у нас был такой прекрасный застройщик инсиси недвижимости, она же Банава, вот, и мы сделали в нашем скандиклубе в Петербурге на крыше сауну. Вот, ну, тут не так все однозначно, в итоге мы не смогли пройти экспертизу, сделали в итоге комьюнити-центр на крыше вот этого блока первого К1 в 12-м году, в 13-м году, вот, и, собственно говоря, вот первый комьюнити-центр, мне кажется, в Петербурге на крыше, который пользуется, там, мега популярностью, там, мамы оставляют детей с няней, там, ну и так далее, там, ну, есть разные схемы, бесплатная, платная, ну, вот, вещь крайне популярная, вот, если говорить про вот это КТХ Лифенлэп, это мы на первых трех этажах разместили три комьюнити-центра, один у нас называется, вот, Ландра Маттен по-шведски, это, это, это прачечная, то есть, по сути, это такой вот центр для общения, вы засунули в эту прачечную машину белье и общаетесь с своими студентами, с коллегами. Вторая история, это почта, это каворкинг-центр, где происходит тестирование сетей 5G, вот, и самая прикольная вещь, это называется по-шведски Активлэбет, это, это, собственно говоря, Лифенлэп, это такая лаборатория под, под, как бы, под, не под открытым небом, да, происходит, то есть, студенты живут, это вот такая 300, по-моему, 15 метров, этот, как будто, этот модуль, да, это есть разные программы, смарт-ливинг, энерджи-ливинг и так далее, студенты живут, там есть разные датчики, то есть, они ведут, там какие-то дневники и, по сути, это монетизация жизни студента в общаге, вот, и плавно перехожу к российским проектам, у нас очень много проектов именно с комьюнити-центр, при этом мы сами являемся инициаторами вот такого продукта, да, и вот я показываю сейчас, не буду называть застройщик, это там крупный федеральный застройщик, причем достаточно большой, мы убедили их сделать программу и сделали такой вот соседский центр, вот, Анжелика, не подсматривайте, вот, вот, есть, ну, соответственно, там много разных зон, вот, и я вообще почему-то думал, что функциональная программа делают маркетологи-застройщика, вот, а маркетологи вот данного девелопера, как бы, доверились нам, и мы полностью сделали программу и функционал, вот, для данного комплекса, тут есть вот, ну, там много чего есть, да, трансформируемый зал с кинотеатром, там, и так далее, вот, и последняя история, последний продукт, которого точно нету в России, может быть, кто-то будет первый, это вот такая идиллия, это мегаполис, таунхаус на крыше, так что, вот, кто-то, может быть, построит это первым. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я отвечу. Андрей, спасибо большое, очень интересно. Мне кажется, у нас таунхаус на крыше и есть в Краснодарском крае, когда едешь, то их там достаточно большое. Можно мне вопрос, как, пользуясь случаем? Вот эта интересная история, она, конечно, ну, не очень нова, но ее у нас действительно нет в России. Жилье плюс бизнес. Как оформляется это? Это все-таки нежилая история? Вопрос не по зарплате, я не риск, не знаю. Это вопрос к девелторам, я могу уточнить. На самом деле, это одна из самых больших проблем. Мы тоже, я все периодически пытаюсь подойти к этой теме, и с точки зрения двухуровневой темы, да, когда на втором этаже люди живут, на первом этаже у них там бизнес, салон красоты или там еще что-то, такой формат тоже. И всегда мы сталкиваемся с проблемой, жилье это или это нежилое помещение, и пока вот законодательно находимся в неком тупике. Если кто-то смог вот это организовать... Слушай, я можно гипотезу сделаю? Смотрите, я думаю, что если мы говорим про жилье, то, наверное, не все так однозначно, это точно. Но если мы говорим про апартаменты, которые по определению являются коммерческими... Нежилым. ...по определению являются нежилым, я думаю, что если вы это назовете апартаментами, там не нужно будет градить два позорных эвакуационных выхода, и, наверное, это можно все это называть просто коммерческой недвижимостью. Правильно, с регистрацией постоянной не очень понятно, что... Но это уже вопрос не ко мне. Ну вот, ну в общем, бывает, что сталкиваемся. Есть ли у кого-то вопросы? Всех поразили, Андрей, свои презентации. Да, но я так понимаю, что на все вопросы уже ответил, и уже вопросов нет. Давайте переходим к следующему докладчику. Я приглашаю Афонечкина Алексея, основателя архитектурного бюро А4 из города Москвы, и тема выступления Алексея, архитектурное решение в крупных проектах загородного домостроения, и что наиболее интересно, что заказывают девелоперы, и что выбирает покупатель. То есть я так понимаю, что Алексею попадаются все девелоперы, которые не знают, что проектировать и что строить. Да, такое нельзя пропускать. Мы собрали скидки и акции от застройщиков, чтобы вы не пропустили подходящие варианты. Покупайте квартиры выгодно на Авито. Авито. Покупайте квартиры выгодно на Авито. Коллеги, всем добрый день. Хотел поблагодарить Андрея за такой интереснейший рассказ предыдущий. Хотел бы сказать, что мы во многом пересекаемся. Сейчас я об этом тоже расскажу. Я кратко расскажу о нашем бюро, чем мы занимаемся. Мы достаточно молодое бюро. Мы находимся в Москве и специализируемся на общественных пространствах. Мы много занимаемся благоустройством. Работаем с крупными московскими региональными девелоперами. Сейчас реализовываем в данный момент достаточно большие проекты с талоном. СМР групп достраиваем. И, соответственно, некоторые из наших проектов, которые москвичи, может быть, хорошо знают. Это городские балконы на Раужской и Софийской набережной, которые были реализованы в прошлом году. Это Космодемьянская набережная, которая также была благоустроена в прошлом году в рамках благоустройства всего Балчуга. Один из наших любимых проектов – это павильон КМИ, который мы полностью реконструировали на ВДНХ. В настоящее время это такое очень востребованное популярное пространство, где очень многие работают, проводят время. Летний кинотеатр в парке Музеон. Он также пользующийся популярностью у горожан проект. Сейчас его эксплуатирует Москино. И слайд про то, что мы как раз-таки работаем с девелоперами. Это наш проект, который сейчас будет уже скоро реализовываться. Благоустройство для ЖК Первый Накатинский для Prime Development рядом с набережной Москвы-реки. Хотел сказать, что мы достаточно много специализируемся на создании уникальных детских площадок. И вот как раз на этой визуализации полностью наша разработка, индивидуальная такая вот конструкция. И один из наших тоже интересных проектов – это антистрессовый модуль. Мы иногда про него рассказываем. Вот это такая очень городская урбанизированная территория для жителей, немножечко уставших от городского стресса. И перейдусь сейчас к основной теме своего выступления, как раз-таки на девелопмент покупателя, клиента и архитектора, как все это работает. Сразу хочу сказать, что буду рассказывать про проект загородной недвижимости. Это поселок, который мы сейчас проектируем и начинаем строительство. И когда мы только начинали работу над этим проектом, а это наш первый проект поселка, мы, естественно, провели анализ. И выявили такую схему, что, в общем-то, все немножечко устали от стандартной истории, когда все идет от вкусов покупателя, которым девелопер всячески следует, потакает. И в конце концов спускается на архитектора, как уже некая такая данность, в которую архитектор уже никак не может вмешиваться. И в результате таких взаимовязок получаются достаточно однообразные проекты, которыми сейчас рынок загородной недвижимости. И нам, конечно, хотелось бы создать новый продукт, сформировать какое-то новое предложение, потому что старое предложение, оно себя уже исчерпало. И проанализировав, мы выявили для себя некоторые тренды в загородной недвижимости, которые как бы напрашиваются уже сами собой. В первую очередь, это, конечно, время. Жители мегаполисов, жители городов, они страдают от нехватки времени. И отсюда следующий тренд на готовые дома с подрядом. То есть, это участок, когда клиент покупает уже полностью готовый продукт. Часто это дом с отделкой, просто заезжает туда и живет. Соответственно, есть много разных типологий. И мы проводили социальный анализ и выявили то, что наибольшим спросом пользуются подряд либо с отделкой white box, либо с полной отделкой. То есть, люди не хотят совершенно тратить время на ремонт. Им важно въехать уже в готовый дом. Плюс стилистика. Важно то, что сейчас клиент предпочитает современный стиль. То есть, также мы проводили много вопросов, в которых поучаствует порядка двух-трех тысяч человек. И около 60% выбирает современный стиль. Все уже подустали от какой-то традиционной архитектуры красного кирпича. И что интересно, это размер дома. Люди немножечко хотят компактности. И самими популярными юнитами являются дома порядка 150 метров. 150 метров, максимум 200 метров. То есть, это такой достаточно компактный формат жилья. И как раз вот здесь слайды про некую современную архитектуру, которую людям хочется видеть. Следующий тренд на экологию. Конечно же, приезжая за город, всем хочется природы, экологичности. Экологичность она сейчас уже не только в архитектуре, но она и в воде. Она, в общем-то, везде. И, конечно же, экологичные материалы, которые мы используем. Это различные виды вторичных используемых материалов. И, конечно же, древесина в разных ее формах, которую можно применять и в экстерьере, и в интерьере. Также тренд на цифровизацию, на умные сервисы, которые сейчас повсеместно используются человеком. И мы запартнерились с одной из IT-компаний для того, чтобы внедрить в наш продукт, в наш поселок технологию умного дома в ее базовом формате. И плюс разработка специального приложения для создания комьюнити, чтобы люди, в общем-то, общались друг с другом. Не только вживую, а еще и через цифровые приложения. И тоже один из важных трендов – это дома под аренду. Это как инвестиционная история. То есть люди сейчас готовы инвестировать в жилье для того, чтобы его сдавать. Прекрасный пример, например, болтов дачи. Они очень хорошо все это используют. Достаточно экономически эффективно. Помимо небольших домов, имеется тренд на небольшие участки. Популярные размеры порядка 8 соток. Вот 8, где-то 12 соток. И как вот Андрей озвучивал про многоэтажные дома, да, то есть очень важна ценность создания комьюнити и добрососедских отношений. Людям этого не хватает, не хватает поддержки. И, конечно, важно создавать такие и центры комьюнити, и как-то стимулировать людей, чтобы они между собой общались, коммуницировали, убирать заборы для того, чтобы создавать такую вот живую среду. И тоже Mixed Use использование территории. В поселках, которые наполнены Подмосковью и многие другие регионы, совсем забывают про общественную территорию, которая очень важна как раз-таки для развития комьюнити, для развития сообщества. И, сформировав такое вот облако тегов, мы приступили уже к проектированию непосредственно нашего объекта. Назвав вот так немножко самонадеянно загородный недвижимость 2.0, я сейчас расскажу про поселок, который находится в деревне Миронцево. Это Санченогорский район, 70 километров от Москвы. По платной Ленинградке всего полтора часа от центра. Что для жителей Миронцево очень важным. Вот так выглядит сам участок. Это 43 гектара леса. Эта фотография сделана 3 года назад. Сейчас уже там большие полноценные деревья, которые мы приняли с инвесторами, с девелоперментового проекта решение оставлять. То есть мы вырубаем деревья только под дороги и под застройку домов. А все остальные деревья мы оставляем. Также мы на этапе предпроектного анализа провели полную инвентаризацию всех деревьев. Выявили основные ценные породы. И уже с учетом этих знаний ввели проектирование. Что также достаточно был такой новый инновационный опыт. Здесь на этой схеме можно увидеть то, что участок находится практически на берегу Истринского водохранилища. Всего 200 метров от береговой линии. По очень такому приятному маршруту к тенистых высоких соснах. И как раз таки в результате анализа озеленения мы поняли, что все основные ценные породы деревьев расположены в центре. Как раз эту зону мы максимально сохранили, развив ее в глобальный общественный маршрут. Вот прекрасная фотография того, как выглядит территория наша. И визуализация с высоты птичьего полета самого поселка. На этой визуализации видно, что сама дорожная сеть достаточно гибкая. Мы анализировали опыт англичан, скандинавов, сделали так не случайно, потому что это играет важную роль в безопасности. Снижается скорость движения, люди ездят более аккуратно по кривым улочкам, по кривым дорогам. Также часть дорог у нас, она двусторонняя, а все дорожки, которые находятся внутри, они односторонние. Что также снижает риск того, что люди будут быстро ездить. И на этой картинке видно, что планируемое обустройство небольшой такой пристани для лодочек, яхточек и заполненность деревьев. То есть на этой картинке как раз таки видно, что поселок утопает в лесу. И покажу несколько картинок визуализации того, что сейчас уже запроектировано и скоро будет реализовываться. Это такой вот видовой мост в составе входной группы. То есть клиенты, которые будут приезжать, покупать, в общем-то, интересоваться покупкой дома, они смогут подняться на этот мост и посмотреть на участки, посмотреть на Истринское водохранилище. Активности, такие как амфитеатр для детей, такая вот событийная площадка, где можно установить елку, сделать какую-то, скажем так, сезонную историю, сезонную активность. Природные детские площадки. Вот сейчас достаточно много российских производителей, которые хорошо и успешно делают деревянные детские игровые площадки. Также наш проект предполагает инвестиции. И на этой картинке у нас показана экоферма, под которую также подразумевается территория ее создания. И такие вот зоны отдыха на как раз-таки прогулочном маршруте в центре поселка. И сейчас покажу, как раскрываются основные тренды непосредственно у нас. Вот это готовые дома. Мы создали линейку юнитов в разной площади и в разных типах отделки. Всего у нас порядка 7 или уже даже 8 типов юнитов. Они предполагают в базовой отделке фальцевую кровлю и лиственницу на фасаде. Но также есть решения более дорогие, как клинкер. И вот как раз-таки на этой визуализации показана, скажем так, начальная стадия отделки. Но, как бы я уже говорил про экологичные материалы, мы также осматриваем вариант с соломиной или камышовой кровлей. Объясню, почему так вышло. Мы совершенно случайно, как раз-таки недалеко от нашей локации, наткнулись на человека, который специализируется на таких кровлях. И мы с ним познакомились. Он, в общем-то, заинтересовался нашим проектом. И, возможно, выступит как подрядчик по созданию таких крыш. Вот. Это самая дорогая опция в поселке. Визуализации как раз-таки общественной зоны и стилей отделки. Всего их 5 стилей. По умным сервисам, как я уже говорил, что мы сейчас уже, в общем-то, запартнерились и реализовываем на въездной группе как раз-таки шоурум с использованием умных технологий. То есть это контроль инженерных систем, чтобы не переплачивать, контроль безопасности, доступа. Вот. И специальные приложения, чтобы, в общем-то, у людей всегда была связь друг с другом. Небольшие участки. То есть у нас здесь вот можно увидеть генплан нашего поселка. Вот. Типология участков, она от 7 до 15 соток. Всего порядка 280 участков. И как раз-таки вот эта вот общественная зона, которая связывает вот эту вот комьюнити и соседскую историю. Мы назвали эту общественную зону «Зеленое кольцо», потому что это действительно максимально природное, насыщенное красивыми деревьями, рельефом, средой пространство. Вот. В ней располагаются основные функции общественные, такие как пруд, детская зона, каворкинг, амфитеатр. Вот. И, что я уже говорил, мы предполагаем, что жители, которые будут покупать участки, они, в общем-то, смогут поучаствовать активно в жизни поселка. Например, открыть там свой бизнес, такой как экоферма. То есть такая опция, она тоже есть, она прорабатывается. Вот здесь как раз-таки видно каворкинг, который мы спроектировали. Детские площадки. И, как бы, резюмируя, мы немножечко на этом объекте переиграли вот эту всю историю, потому что мы сами, как архитектурное бюро, очень активно участвовали в продукте. То есть к нам, когда пришел заказчик, он просто сказал, у меня есть земля, сделайте на ней что-нибудь. Вот. И в течение двух лет мы разрабатывали эту концепцию. Было очень много итераций. Заказчик тесно связан с сообществом Сколково. Мы тоже их привлекали для разработки концепции. Там все это защищали, как бы совместно с ними прорабатывали. И в результате родилась немножечко другая связка, где архитектор, он находится как бы не в отрыве от покупателя и девелопера, который ему, в общем-то, диктует условия в качестве такого ТЗ. А здесь архитектор, то есть мы выступили в такой равноправной, полноценной связке со всеми участниками процесса. То есть с покупателями, как на этапе еще анализа, когда мы проводили социальные опросы, то есть мы выявили действительно, что люди хотят. И с девелоперами, которых мы убедили, в общем-то, в сохранении деревьев, потому что у них была совершенно другая, другие планы на деревья, а именно вырубка. И вот в том, что как раз рынку необходим новый продукт. И сейчас мы видим, что у застройщиков, у других застройщиков появляются подобные истории. Сейчас уже выходят на рынок. И, в общем-то, мы понимаем то, что те тренды, которые мы выявили, задали, это такая уже закономерность. Будем надеяться, что мы это скоро реализуем, и все смогут приехать в гости, посетить наш поселок. Спасибо. Алексей, спасибо. Очень хорошая презентация, красивая архитектура. У меня, если позволите, вопрос. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что участки на ваших прекрасных коттеджных поселках, они продаются с подрядом только, да? Да, это полный подряд. То есть, без подряда они не продаются? Есть ли вариант, опция подряд с внутренней отделкой? Это первый вопрос. И есть ли подряд с благоустройством участка конкретного? Да, по поводу первого вопроса, это будет или white box, или несколько стилей отделки. Скорее всего, сейчас, наверное, в рамках такой экономической ситуации достаточно нестабильной. То есть, это будет в первую очередь white box. Но мы также разрабатываем и несколько стилей отделки. Они тоже такие достаточно минималистичные, природные. И касательно второго вопроса, ландшафт, да, действительно, это очень важно, ландшафт на участке. Мы создадим для этого дизайн-код. И в рамках этого дизайн-кода сами жители, они будут реализовывать свои какие-то планы. То есть, дизайн-код будет касаться обязательно ограждений. Мы против создания высоких ограждений. То есть, это будут ограждения на уровне метра, прозрачные. Постройки, которые люди захотят построить на своем участке, они будут разрешены, но регламентированы, опять же, в рамках дизайн-кода. Чтобы не появлялись какие-то там крыши с дешевого поликарбоната и так далее. Чтобы все-таки образ, он соблюдался. Вот. И для этого мы как раз будем использовать вот эти цифровые сервисы, опросники. То есть, мы сейчас начнем реализовывать первую очередь. И на первую очередь будем это все тестить. Вот. Это очень важно. И в идеальном, в идеальной как бы ситуации мы хотим, чтобы вот это зеленое кольцо, о котором я рассказал, чтобы оно программировалось с самими жителями. То есть, чтобы это в результате каких-то там общественных слушаний или голосований эта история решалась жителями поселка. Спасибо. Вопросы с зала прекрасные. Ну, я вот сейчас, да, раскрою эту информацию. То есть, мы предполагаем юниты площадью 200 метров и на участке где-то 8-10 соток продавать от 17 миллионов на старте. Да, там будет полная коммуникация, газ, централизированная канализация, вода, электроснабжение. Да, да, интернет-опытоволокно обязательно, потому что без интернета высокоскоростного невозможна работа за городом. А это один из основных наших пунктов маркетинговых, который нам позволит это продавать. Дороги автомобильные – это асфальт, пешеходные – это либо отсев, либо это будут деревянные настилы. Вот, мы хотим привлечь там деревообрабатывающие фабрики, которые находятся поблизости, для того, чтобы они нам с хорошим дисконтом поставляли дерево, в общем-то, и на облицовку, и для благоустройства. То есть, мы думаем о деревянных бордюрах, то есть, какие-то такие вещи очень экологичные, очень европейские. Посмотрим, получится или нет, но вот очень хотелось бы. Ну вот, я просто фотографию не вставил, буквально рядом там живет человек с такой крышей. Порядка он 7-8 лет, то есть, ну, естественно, конечно, в эксплуатации это не дешево. То есть, это дорогая опция. Ну, как сказать, зачем? Эко-история, эко-стилистика. Алексей, подскажите, вот при цене реализации, я тут немножко посчитала, 85 за квадратный метр, себестоимость какая? А следующий вопрос, из чего дома я, может быть, просмотрела? Нет, это не каркасники, то есть, это две опции, либо это газоблок с утеплителем, либо, ну, посмотрим уже там по финансовой модели, либо паратерма. Такая себестоимость-то какая? Себестоимость порядка 10 миллионов. Ну, вот это вот. Порядка 10 миллионов. У нас в многоэтажном строительстве такой себестоимости нет, поэтому я так немножко, очень хочется через годик, а сроки реализации через год, что вы планируете, что там будет? Через год уже будет въездная группа и тестовые юниты, три типа, которые мы будем строить, в первую очередь. Сколько? Сколько? 24? Вы знаете, 24 за 24 продают соседи. То есть, за 24 продают соседи, они продают это из паратерма, вот, и с плоскими крышами. То есть, 17 понятно, что это старт, это самый старт, это такой прогрев, вот, конечно, это… Хорошо, а следующее… Надо успеть купить просто такие деньги. Я правильно понимаю, что это стоимость конкретного подряда, а продается все-таки земельные участки? Может быть, все заложено в земельном участке? Недополученная прибыль. Ну, просто для меня это кажется, ну, вот, из Санкт-Петербурга, даже не из Москвы, но все равно, очень кажется, как-то вот дешево для дома. Ну, конечно, с земельным участком это дешево. Ну, дело в том, что у нас есть финансовая модель, то есть, согласно финансовой модели, вот, было принято решение продавать, начинать продавать вот за такую стоимость. Вот, но по факту, я думаю, что это будет там в районе 24, то есть, вот, соседи у нас там КП Парус есть такие, вот, они тоже продают, в общем-то, в современной архитектуре, но у них достаточно плохо с благоустройством, с общественной зоной, вот, и, в общем-то, за 24 они успешно такую площадь, чуть побольше, где-то 220-240 метров, они продают. Но в Паратерме, то есть, у них Паратерме. Всего порядка 280 домов. В среднем, я думаю, да. То есть, от 120 до, я думаю, 240-280. Да, 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 да. Вот, но в первую очередь как раз будут преобладать дома там 150-200. Алексей, мне кажется, вы обязательно должны выступить через год на жилищном конгрессе, мы все послушаем, с удовольствием, как движется проект. Да, с удовольствием, да. Я тоже очень надеюсь. Ну, только полтора часа ехать туда. Ну, это не так долго, кстати. Мне кажется, через год это будет уже не 17. Вот, и подписывайтесь на наш телеграм-канал, мы сами его ведем, архитекторы пишем там достаточно интересные посты. По QR-коду можно подписаться. Спасибо. Есть еще вопрос? А, еще вопрос. Миронцева. Коворкинг у нас, как бы мы сейчас будем приступать к строительству въездной группы. Там у нас будет усеченная версия этого коворкинга, вот, то есть, там двухэтажное такое небольшое здание, он там уже будет находиться. Вот, а эта визуализация с объектом, который я показал, она будет реализовываться в следующую очередь. То есть, это уже в составе зеленого кольца будет. После того, как мы реализуем первую и вторую очередь. То есть, это, скорее всего, третья очередь. Общее пространство, скорее всего. Да, да, общее пространство. Ну, несколько переговорок. Спасибо. Спасибо большое, очень интересно. Ну, а следующий у нас спикер Икоников Дмитрий, главный архитектор UNK Architects Max F1 и с темой архитектурной тенденции проектирования. Сейчас мы попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Давайте еще раз подождем. Пока презентация ответит, я расскажу немножечко о нас, о компании UNK на рынке жилкого 20 лет. У нас широкая география проектов. Я бы это показал, если вы листали слайды, но поверьте мне на слово. От Москвы до Южно-Сахалинска. Последние проекты, которые мы делали, самая дальняя география, это Южно-Сахалинск. UNK архитекторы, это часть экосистемы. Это группа компаний, которые обеспечивают полный цикл проектирования по разным направлениям. На этом форуме мои коллеги по ландшафтному благоустройству тоже выступают в другой панели. У нас много интересных проектов. Собственно, некоторые, может быть, вы даже, вероятно, знаете. В Москве это Сколково. Это новый проект в Рублево-Архангельском для Сбербанка. Это довольно популярный был проект несколько лет назад. Новая Голландия в Подмосковье. Но сегодня я бы хотел рассказать о проекте, которым мы работаем последние полтора-два года. И на его примере, собственно, какие-то конкретные наши находки, наработки и так далее. Возможно, вам это будет интересно. Нам повезло работать над проектом «Остров» для Донстроя. Это большой проект в районе Хорошова. Сейчас там запроектировано и строится около полутора миллионов квадратных метров. Это не конец еще. Учереди продолжают там строиться. Нам повезло участвовать в довольно большой части этого проекта. Вот она подсвечена на экране. Мастер-план проекта делала британская фирма «ЛДА». На ее основе был сделан проект планировки. И мы подключились уже на этапе конкретных жилых комплексов. Собственно, так как мы практически большую часть этого комплекса застроили, в том числе и уличное благоустройство, и подсветку, и так далее, я бы хотел построить свою презентацию так, на основе опыта человека, восприятия этого комплекса. То есть от масштаба улицы мы идем в дом, этаж и квартир. Собственно, самый широкий уровень – это улица. Посреди всего этого района, района «Остров» идет «Зеленый бульвар». Это линия метро, лежит под ним, которую нельзя застраивать. Она же является градостроительной осью, которая благоустраивается, и на нее выходит большая часть этих районов. Не все, какая-то часть района выходит на реку, на зеленые зоны, но есть такая урбанизированная часть, которая выходит на центральный бульвар. Районы построены в разном стиле, то есть там нет какого-то очень четкого дизайн-кода в смысле стиля. Стили у кварталов довольно разные. Собственно, это воспроизводит какую-то традиционную городскую среду, где дома не заранее построили весь район, а они застраиваются исторически. И один из приемов, который мы используем здесь, который используется на всех кварталах, независимо от их стиля, это галереи стилобата по улице. Ну, кроме того, что это просто красиво, да? Вот, эта история имеет практическое применение, потому что, естественно, в Москве, как вы все знаете, собственно, наиболее коммерческая, привлекательная часть – это все-таки жилье. И на первых этажах у нас нет жилья, у нас первые этажи только общественные. И тот ГНС, который выделил нам город, мы по максимуму используем всю площадь на жилые этажи, и вся эта площадь лежит выше первого этажа. На первых этажах коммерческая составляющая достаточно ограничена по площади, и это позволило нам сделать такую вещь, как галереи. Значит, у галерей, кроме того, что это стильно, но надежно, да, есть конкретное назначение. Оно повышает коммерческую привлекательность и ревные функции в первых этажах. С помощью этих галерей мы создали там практически 800 метров в одну сторону пространств закрытых атосад. Это стимулирует рекреационные прогулки даже в ненасти. И, соответственно, магазины в первых этажах лучше работают, большая доля покупок стихийных. Дворы во всех наших кварталах изолированы. У нас изолированы от улиц, есть четкое разграничение приватного и частного. Нет никаких транзитных переходов. В отличие от первоначальной концепции градостроительной, в которой было очень дисперсное пространство, это очень здорово, но не очень продается в нашей среде. Поэтому мы пересмотрели это решение. Но нам нравилась та идея, которая была о дисперсных объемах, которая была в первоначальном мастер-плане. И несмотря на то, что все дворы изолированы, через них ходят только жильцы, которые живут там, мы оставили какие-то проколы вдоль улицы. И пешеходы могут заглядывать вглубь дворов и видеть там роскошное благоустройство. Это очень интригует и поднимает интерес к этим домам. Собственно, отличное благоустройство. Я не буду на нем останавливаться. Если вы хотите, можете на другой панели послушать наших коллег. Далее. Входные группы. Для всех жилых кварталов разработана идеология входных групп. Они разделены на главные и второстепенные. Вход в каждый квартал ограничен несколькими главными входными группами. Но в зависимости от размера квартала, 2-3, как правило, их размещаются. Вход в остальные секции производится из двора. То есть ты должен войти через главную входную группу во двор, и потом ты расходишься по остальным секциям. Собственно, в этом есть смысл. Смысл с точки зрения эксплуатации и нашего взаимодействия. Он в том, что так как все входные группы, там есть персонал, это довольно чувствительная экономия на зарплате, на количестве людей и так далее, эксплуатации. Собственно, это заметят люди, которые будут жить в этих домах на коммунальных услугах. И второе, то, что у нас в первых этажах расположены сопутствующие сервисные функции. И это позволяет нам эти сервисные функции располагать как раз в этих главных входных группах, наполняя их максимальным трафиком. То есть все жители квартала, они проходят через эти зоны и максимально их используют. Мы попадаем в нашу... В нашем районе есть здание разного класса. Это Калфорд, Бизнес, Премиум. Для картинок, возможно, я взял слишком один из наших полпезовых домов. Это Премиум класс. Но, тем не менее, схожие решения применены на всех кварталах. Вход это всегда акцент, это главная входная группа. Поэтому одно из архитектурных решений, которое мы применяем, это двойная высота. Мы вычитаем часть второго этажа во всех секциях. И делаем большой парадный вход с большим количеством воздуха. А в Лобби, кроме сопутствующих сервисов, которые уже стали стандартными, это алясочные, лопомойки, санузел гостевой, пеленальный и так далее. Есть несколько специфических сервисов, которые не так еще запостранены. Это при входе кавлокинг. Собственно, это наследие нашей эпидемии. И у этого комплекса уже идут продажи. То есть, большая часть этих, ну, около 40% квартир уже проданы. Собственно, поэтому мы знаем, какие очень интересно для нас, как архитекторов, видеть изменения задания, изменения квартирографии. Мы видим, что востребовано, что не востребовано из тех проектов, которые мы уже сделали. Собственно, кавлокинг, на удивление, это был эксперимент, но он, будущий покупатель, воспринимается как вещь, несомненно полезная. Значит, кавлокинг, спортивная комната. Это комната для арендуется или бронируется жильцами для спортивных занятий. При том, что в комплексе есть большие квартиры, где человек сам может сделать себе спортивную комнату. Тем не менее, это опция востребована. То есть, это мягкий зал, мягкий зал для аренды. В хобби, которое работает на весь квартал, есть небольшая мягкая зона такого отельного типа для деловых встреч или встречи жильцов, как я его сказал. Сказано внутри квартала. Детская комната. В каждом квартале есть небольшое детское учреждение. Оно по-разному называется. Детский клуб. В разных форматах есть эксперименты с площадью. Вот в этом квартале он совсем небольшой, там около 50 метров. В других кварталах мы, в больших кварталах, там где у нас около 100 тысяч метров в квартале, мы даем до 120 метров в детскую комнату. Вход из нее специально сделан не из главного лобби, чтобы изолировать детей, детский шум и остальные функции. Важный принцип, который мы стараемся везде выдерживать при проектировании наших входных групп, это четкие визуальные связи. При входе мы должны всегда четко видеть стоимость консьержа, сопутствующие функции, видеть логичные проходы к лифтовым группам. И то, что есть не во всех домах, но мы стараемся это делать, во главных входных группах точно, это визуальная связь со двором. Это всегда раздвигает пространство и, собственно, при небольших затратах относительных, оно в любом случае, этот холл становится в два раза презентабельнее, чем холл без каким-то маленьким выходом, либо выходом тупиковым, либо без прямой зрительной связи. Важная вещь для эксплуатации комплекса. На первом этапе пока идут ремонты первые несколько лет и потом в дальнейшем. Это разведение потоков жильцов и доставки строительных материалов и большебывающих вещей. В зависимости от класса комплекса мы решаем это немножко по-разному, но принцип везде один. Значит, у нас есть специальный выделенный лифт. В премиум классе есть вообще один лифт. В бизнесе комфорте это грузовой лифт, в том же лифт для пожарных подразделений. Он сквозной. Он сквозной, и у него есть сзади загрузочный холл. Возле каждой входной группы есть зона, выделена красненьким загрузки. Там останавливается загрузочная машина. Строители несут строительные материалы через черный вход и заходят к грузовому лифту. В это время дверь, которая грузовой лифта выходит в холл, которая постоянно эксплуатируется, жильцами, она блокируется. То есть в этот лифт нельзя сесть, когда идет загрузка. Собственно, это исключает ситуацию, когда женщина в красивой шубе оказывается в лифте с... Точно. Да, да. Второй... Это актуальное время ремонта. Первые несколько лет, но это актуально и потом, потому что в доме есть сервис, там есть техники, они ездят на крышу, ну и так далее. И тоже в этом случае они никогда не перетекаются с жильцами. Значит, актуальная вещь сейчас это доставки. Для доставщики у нас разрабатываются тоже разные форматы, но в тех комплексах, которые уже сейчас строятся, принята такая форма. Доставщик заходит через главный вход и у него есть комплекс к консьержу либо в комнату с постаматами. Дальше он не пропускается. Сейчас для следующих очередей, где и наш заказчик, и мы пытаемся как-то улучшить продукт. Собственно, мы видим, что есть очевидно уже такой прогресс роботизированной доставки. Например, в Москве это уже как бы не фантастика. Мы уже делаем при въездах специальные зоны для парковки таких машин. Но это на примере плана двухлетней давности тогда еще мы не смотрели настолько оптимистично. все снималось. Дальше. Как жители комплекса мы поднимаемся наверх и попадаем в зону, которая важна для нас, для восприятия комплекса, но вообще для всех жителей. это МОП. Значит, мы очень любим светлые фундулифтовые, но в современной экономике, в коэффициентах, которые мы любим, это минимально. Коэффициенты у нас, несмотря на то, что это бизнес и так далее, да-да-да, извините, высокие. Поэтому в большинстве компоновок у нас очень часто компоновка все-таки с ядром внутри здания, чтобы весь периметр был занят модулями комнаты. Вот, поэтому в корпусах комфорт-класса мы стараемся из-за ширины корпусов у нас получается делать освещенные лифтовые холлы, а в основном при типологиях бизнеса премиум у нас все-таки лифтовые холлы в центре ядра здания. Но, тем не менее, это не значит, что лифтовые холлы должен быть, это какая-то темная, неприятная зона. Мы стараемся делать лифтовые холлы не выгроженными, а совмещенными с внутриквартирным коридором. То есть, такой гостиничный тип. Нет отдельной зоны, куда ты заходишь, ты выходишь и сразу видишь холл и двери своей квартиры. В домах премиум-класса у нас есть эксперимент такой. мы сделали дом, в доме лифт на одну квартиру. То есть, на этаже находятся три квартиры в одной институте. И там есть по лифту, который выходит в свой частный холл. Но это, естественно, исключение, исключительное какое-то решение. Дальше вопрос тот же загрузки, та же идеология продолжается как на первом этаже, так и на тепловых этажах. То есть, грузовой лифт приезжает, у него есть свой холл со своим выходом, куда выносятся грузы. Этот же холл используется для выноса мусора. У нас на каждом этаже есть комната для сбора мусора. Там стоит четыре небольших контейнера для раздельного сбоя мусора. И в течение дня сервисная служба не во время часа пик, то есть, когда нет нагрузки на лифты, она блокирует этот лифт на вход посетителей, поднимается и спускает мусор в подвал. В подвале у нас есть компактор, который прессует мусор и уже поднимает опять на первый этаж, где есть подъезд док для мусорной машины. Собственно, у нас были разные с нашим застройщиком эксперименты, но пока этот вариант кажется нам наиболее удачный. Еще одна важная вещь в комплексе это общественное пространство. Застройка у нас очень плотная, высокая, ниже 9 этажей и 8-9 у нас практически ничего не бывает, поэтому дома все высокие, это 9 и до 100 метров идут. Это с одной стороны может быть это угнетает, но с другой стороны оттуда открываются виды, поэтому это плюс. И на самых высоких секциях в каждом квартале у нас есть общественные террасы, которые используются жильцами дома, не этой секции, а вообще всего района. То есть туда можно зайти в лифт и специальный ключ, можно подняться именно на специальную общественную террасу. Эти общественные террасы у них есть режим доступа туда, то есть она используется свободно, но по каким-то дням ее жители могут бронировать для мероприятия, денрождение и так далее. А террасы находятся кроме самих роскошных видов, находятся помещения для обслуживания. Помещения для обслуживания это санузлы там находятся, кладовая для летней мебели и у нас даже есть зона барбекю. Естественно нам пришлось поработать с пожарной безопасностью, все это предусмотреть, записать в СТУ, выгородить зону, но она там есть, то есть там можно сжарить мясо. Летнее пространство, я из графика не выбираюсь, чуть ускорюсь. Летнее пространство, собственно вот мои коллеги очень правильно сказали, что надо писать задание на проектирование, знать, что такое квартирография и коэффициент. Наши застройщики, как правило, заказчики это все знают. И наша проблема не в том, чтобы попасть в квартирографию, это умеем, а проблема в том, что рынок Москвы перегрет. И вопрос в том, что квартирография у всех похожа и площади похожа, но почему человек должен купить именно эту квартиру, в чем проблема. И более того, почему он должен через три года купить эту квартиру, когда этот комплекс войдет в строй. При на самом деле перегретом московском рынке и туманных перспективах. Поэтому здесь в этой ситуации уже все упирается не в квартирографию или типы квартир, а в нюансы и мелочи, из которых собственно и складывается почему человек хочет здесь жить или не хочет, потому что выбор действительно большой. В регионах с этим попроще, люди живут там, где рынок не перегрет, прямо скажем, или можно сыграть ценой, здесь так не работает. Поэтому одно из вещей, которое при прочих равных выделяет, это летнее пространство в квартирах. У нас есть довольно широкая типология и мы в рамках вот этих кварталов использовали их все. Я коротко по ним пройдусь. Значит, у нас есть в комфорт-классе остекленные лоджии теплым остеклением с глубиной 1200. Это не случайно. Почему? Потому что даже в комфорт-классе при московской цене довольно приличные заметы все равно люди считают преимуществом иметь теплый балкон, на который можно сушить белье. И как бы это их право. Если они это покупают, почему нет? Значит, отлично. Мы даем им эту возможность. В более премиальном жиле, ну и поэтому собственно у этого балкона есть конкретное назначение. Там люди курят, там сидят пьют кофе в одиночку и сушат белье. Поэтому глубина небольшая, другая типология это холодные балконы с безрамным остеклением финские, модные. Здесь это в другом типе квартиры идет и здесь люди ценят другое, они не собираются сушить белье. Они наоборот хотят, чтобы это был их летний участок их квартиры максимально открыт. Поэтому глубина таких лоджий с финским остеклением она больше. Как правило 1500 мы делаем и в более премиальных квартирах. Дальше такая довольно уникальная типология это балконы террасы. С точки зрения нормативной документации это балконы естественно, но когда их продают их называют террасами. Это пример такой приведен. Он использован у нас в нескольких домах. Это в квартирах большой площади есть балкон и у него глубина 2,5 метра. Это балкон на котором ты можешь поставить собственно жезлонг предметы летней мебели и собственно это уже квартира этой площади где тебе не нужно еще остеклить террасу чтобы сушить мебель. У тебя уже все там есть внутри. Ты просто хочешь иметь террасу в городе. Мы даем эту возможность. И для комфорт класса как говорится лучше французский балкон чем никакого балкона. У нас есть французские балконы что людям тоже очень нравится. Ну и для в пентхаусах на верхних этажах у нас находятся террасы. С террасами тоже мы прошли несколько итераций и террасы многие любят застройщики но не любят их строить. Потому что есть сложности с водоотведением с устройством этой террасы. Наша принципиальная позиция во всех проектах мы делаем террасу вровень с уровнем пола квартиры. Вот истории с ступеньками которые надо подниматься на пирог покрытия но они все портят. У нас для этого отработаны несколько типовых узлов. Это не ноу-хау собственно это дело так в Европе у нас. Но мы стоим на этой позиции твердо и нам удалось во всех наших этих проектах решить таким образом. Там есть разные решения с перекрытиями и так далее с водоотведением но результат есть и он работает потому что премиальная квартира которая здесь есть в Москве продающаяся не премиальная бизнес 500 600 за метр и с тремя ступенями на террасу смотрится дико зачем люди платят деньги ок это небольшой экскурс по летнему пространству я заканчиваю если бы не тормозило я бы уже в конце был сейчас дальше небольшой экскурс по квартирам пока он отморозится я просто расскажу своими словами значит есть по внутренностям квартир есть тенденция к уменьшению спален спальни даже в бизнес классе мы делаем минимальные около 12 метров туда ставится четко двуспальная кровать а все сопутствующие функции как бы шкафы письменные столы и так далее мы выносим в отдельное помещение вот собственно как в собачьем сердце говорили кроликов не надо в спальне врезать для этого есть специальное специальное помещение поэтому в спальне только спят больше никогда не будем делать такие большие презентации тяжелые картинки просто далее очень важная вещь для нас это визуальная связь в больших квартирах мы стараемся в больших квартирах с террасами делать от входа сразу визуальную связь с главной комнатой и с выходом на террасу это как бы очень здорово и такой нюанс который тоже очень важен для нас это мелочь совмещенные санузлы извините совмещенные кухни с общей комнатой ну это такой стандарт да сейчас но то чем отличаются наши планировки от того что в принципе все делают это мелочи мы делаем ну по крайней мере в бизнес классе сейчас у нас такой стандарт мы делаем мойку островную это ненавидят строители они считают это очень тупые ну потому что это невозможно тяжело канализировать но не тяжело это не значит что невозможно это мы делаем дорого но с чем сравнивать мы делаем в плите канал для канализации собственно все удается но в чем плюс зачем так делать да это мулаш собственно вот такое совмещение с кухней и общей комнаты в принципе это единственное место где люди социализируются в современном городе после работы там где мать семейства готовит еду в это же время муж дети и так далее и вот если мойка находится у стены то женщина проводит значительную часть вечера спиной к своим близким собственно доля социализации сильно уменьшается мы думаем что дополнительная штроба в плите стоит того чтобы чтобы улучшить качество жизни ну так как мое время выходит не буду больше вас утомлять хочу лишь сказать что мы сейчас сделали раз два три четыре четыре очереди и работаем над тремя еще впереди они сейчас в разработке если у нас позоветесь в следующем году мы расскажем спасибо большое Дмитрий вопросы у кого-то есть со звукоизоляция на самом деле со звукоизоляцией очень хороший вопрос смысл в том что тут же вопрос не только звукоизоляция еще в пожарных нормах поэтому двери которые вот лифты которые выходят в коридор да у них двери как бы с уплотнителем и двери квартиры которые выходят они тоже рей-30 то есть это усиленная дверь железная с наполнителем то есть как раз по поводу шума тут ну не такой большой вопрос сейчас я прямо планировочку открою вот а грузовой лифт у него его холл он же зона пожарной безопасности зона пожарной безопасности здесь он отдельно изолирован сейчас я немного открылю вот и там тоже все хорошо значит на самом деле тоже очень правильный вопрос у нас есть ситуация когда комната для мусора примыкает к санузлу и спальне значит ну такой банальный вопрос что там стена стена лестничной шахты 300 железобетон и что-то может проникать но тем не менее возникла такая идея что все-таки стена толстая но ударный шум проходить может поэтому конкретно вот в этой зоне где примыкает эта история 300 мм еще у нас отделаны с внутренней стороны изоляции даже в строй-варианте то есть она есть когда когда людям сдается да вот это квартира наверное очень дорого благодаря авито ставка на ипотеку ниже на 0,6% поэтому хватило даже на детскую у меня пока жены нет жены нет а скидка на ипотеку есть покупайте квартиры с авито и получите скидку на ипотеку даже на льготную ставку на ипотеку 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо большое Слово предоставлю Анжелике Альшаевой коммерческому директору группы компании КВС И Анжелика, мне кажется, выбрала очень интересную тему Как совместить невозможные, то есть возможно ли вообще кастомизация квартир в массовом сегменте жилищного строительства Анжелика? Да-да-да, сейчас тут немножко разберусь тоже Я, если позволите, не буду спускаться вниз, потому что мне нужно смотреть на экран Я немножко прокомментирую ваш вопрос по поводу проектировщиков Поменяйте проектировщика просто и не мучайтесь с ними Точно могу сказать, я в компании коммерческие директоры И занимаюсь продажами, маркетингом, рекламой, пиаром И все, что связано с реализацией недвижимости Буквально в двух словах, чтобы вы понимали, чем мы занимаемся В Санкт-Петербурге, в Ленинградской области Мы достаточно крупный застройщик группы компании КВС В основном строим целые кварталы Это комплексная освоение территории Это достаточно большие объемы 600 тысяч квадратных метров Там у нас территория в Пушкинском районе Там 400-250 тысяч квадратных метров Поэтому у меня недлинная презентация Достаточно короткая Я, конечно, буду говорить про сегмент масс-маркет Назовем вот так, не очень люблю говорить эконом-класс Вот массовый сегмент Очень легко делать очень красивые дома в премиум-классе А вот сделать так, чтобы это было дешево, но хорошо Вот это такая целая наука Использовать такие какие-то фишки Которые в реализации будут не очень дорогие Но давать определенную премию при реализации Вот, наверное, моя задача Как коммерческого директора Когда я работаю с продуктом Вот это самая главная задача Я сразу же могу сказать, что я сама лично смотрю все планировки И сама лично работаю с архитекторами Конечно, вместе с нашим проектным отделом И, как правило, у нас много работают Всяких различных проектных организаций Как правило, каждый объект разная проектная организация И, как правило, мы с ними проходим несколько стадий знакомства Первая стадия называется Не принять технического задания от меня Тут уже говорили коллеги-архитекторы Продуктовый маркетинг – это важно Тут ничего такого ноу-хау Маркетологи должны заниматься продуктом Потом они думают и все-таки понимают Что что-то сделать можно Но, в общем, в итоге у нас прекрасные взаимоотношения Все делают, как нам надо Поэтому, конечно, мы делаем прежде всего Чтобы продать максимально дорого Максимально ликвидно в нашем сегменте масс-маркет И сейчас я вам покажу просто несколько приемов С конкретным денежным выражением Опять же, сделайте, пожалуйста, ссылку Что денежного выражения в рамках города Санкт-Петербурга Это, может быть, в вашем городе какие-то другие цифры Но, полагаю, они тоже имеют место быть Студия 26 метров специально попросила Чтобы дизайнер написал о площади Чтобы мы понимали, что это точно масс-маркет Студия 26 метров С правой стороны мы видим достаточно стандартную студию С левой стороны немножко поработали И вот то, что в этой студии Немножко другая конфигурация Появилась гардеробная И появилась лоджия Надо сказать, что в Санкт-Петербурге В Ленинградской области В принципе продается квартира только с балконами Либо лоджиями И других вариантов не может быть вообще Это рынок Санкт-Петербурга Ни одному застройщику еще в Санкт-Петербурге Не удавалось продать квартиры без балкона Либо без лоджия Ну, мы говорим в плане рынка Вот, поэтому Вот студия 26 метров Это абсолютно одинаковая площадь у них С левой стороны в плане реализации На квадратный метр стоит На 3,5 тысячи рублей дороже Следующий пример Это одна и та же квартира Двухкомнатная квартира 56 квадратных метров Абсолютно одинаковая планировка В одном случае это обычные окна В другом случае это французские балконы И даже фотография, как они выглядят Ну, реальная фотография со стройки Это еще не сданный объект Вот Квартира с правой стороны Двухкомнатная Стоит в реализации На 7,5 тысяч рублей На метр дороже На самом деле Вот в плане экспериментов Мы всегда действуем И пробуем В рамках следующего правила Эксперимент не должен быть Больше 8-10% То есть если вдруг У кого-то увидели французские балконы Это совсем не значит, что их нужно лепить везде Во-первых, это не дешево И в себестоимости тоже А во-вторых, наверное, не надо Поэтому вот 10% мы экспериментируем Но французские балконы Они пошли у нас Они смотрятся просто Прекрасно и великолепно И в Санкт-Петербурге Особенно если архитекторы Планируют работать Предлагайте застройщикам французский балкон Это абсолютно рабочий инструмент Следующая квартира Она тоже абсолютно одинаковая Вы видите 55 метров квадратных В первом случае С комнаты выходит балкон В другом случае терраса Все прекрасно знают Но у нас, по крайней мере, точно В Санкт-Петербурге Квартиры на первых этажах Продаются плохо Даже если вы их поднимаете За счет подвалов Еще что-то Это все получается дороже А продается все равно плохо Поэтому мы решили Поэкспериментировать В свое время И на первых этажах Не всех Не во всех квартирах Но сделали террасы В итоге Эта квартира Стоит у меня в реализации дороже Чем на типовом этаже На 3000 рублей Метр квадратный Особенно хорошо пошли террасы Во время пандемии И мы продолжили Ну и конечно терраса хорошо Когда это все-таки Малый и среднеэтажное строительство Если это там 50 этажей Это не тот вариант В данном случае Это проект 5 этажей То же, что вот у нас Зашло очень хорошо Это, к сожалению Не везде работает Зависит очень много От посадки здания Но очень хорошо работает Окно Прошу заметить Маленькое окно В санузле Скажу, почему Вот маленькое И вот Есть и хитство На эту тему Я когда В свою Группу компаний КВС 7 лет назад пришла Ну и продавались Какие-то остатки И вот Поехала по объектам Смотрю Хороший У нас такой есть Район симпатичный Балтийская жемчужина И мы там строили Дом Захожу в квартиру И окно в санузле Думаю Классно, молодцы Придумали А окно Оно огромное И напротив Горшка, извините А дальше За окна смотришь Первый этаж Детская площадка Ну вот Поэтому окно И я даже Когда сейчас работаю С архитектором Обязательно пишу Маленькое Окно И выше Это мы делаем Для свежего Воздуха И света Небольшое Но окно Очень хорошо Заходит И обычно В зависимости От планировки Квартиры Здесь разные Квартиры указаны Но это все Реальные квартиры От 5 до 7 тысяч Рублей на квадратный метр Продаваемой площади Вот такое Приносит нам Плюс Окно Квартира с гардеробной В принципе Уже Ну Достаточно Понятно Гардеробная Бывает разная Вот тут у нас Представлена Там большая Гардеробная Либо небольшая Гардеробная Ну Безусловно Наличие гардеробной Это Большой плюс И вот в данном случае Плюс 7 тысяч рублей На метр квадратный По сравнению С аналогичной Планировкой Без выделенного Места Под хранение Вещей Если говорить Не только О там Планировочных Решениях Да В сегменте Масс-маркета Но И в принципе Проектирование Дома То мы Стараемся Проектировать Разные Секции Разные Квартиры И здесь Я хотела Показать Что Более Крупные Квартиры Трех Двухкомнатные Квартиры Вот в данном Случае В секции У нас Всего лишь Их 4 Эти квартиры Там Где Студии Однушки Отдельно И там Может быть 11 Квартир на этаже Стараемся Не миксовать Допустим Трехкомнатные Квартиры И студии Стараемся Их Выделить Семейные Люди На это Очень сильно Обращают Внимание И вот Конечно Не очень Хотят Соседи Вот Галереи Студии Иметь Также Хочу Поделиться Еще Одной Историей С которой Мы столкнулись Тоже Посмотрели Поэкспериментировали Нам это Понравилось Ну У нас В Петербурге Вообще Особое отношение К высоте Потолка И В принципе Все Кто Там Строит Меньше 2,7 В частоте То У них Очень Приходится Демпинговать К цене Мы Строим Обычно 2,75 2,8 В частоте Но Последние этажи У нас Без чердака И Они Тоже Не очень Хорошо Ходят Потому Что У клиента В данном Сегменте Есть Опасения Что Что-то Потечет Сверху Поэтому Мы В некоторых Наших Проектах Решили Поэкспериментировать И последний Этаж Сделать Трехметровый И Вот Это Наш Эксперимент Во-первых У нас Улетели Последние Этажи И мы Еще Плюс 5000 Рублей На Квадратный Метр Получили С этого Тоже Хорошая Идея Поэтому Вот Мы Пока Определились Такой Историей Верхние Этажи Мы Делаем Трехметровую В частоте На Первых Этажах Где Есть Возможности Обязательно Чтобы Был Выход В закрытый Двор Делаем Террасы На Первых Этажах Ну И в завершение Мебелировка И По-моему Андрей Рассказывал Про Мебелировку Мы Все Наблюдаем Будет Ли Тренд Трендом Мебелировка В квартирах Не будет У нас Был Разный Опыт Мы Делали Целыми Стояками Квартиры С кухнями Встроенными И продавали Их Сказать Что в рамках Санкт-Петербурга Это дало Какую-то Премию Либо Скорость Реализации Нет Не дало В глобальном Плане Только Могли Сделать Вывод Что Если Делать То только В студиях И в Однокомнатных Квартирах И Понимая Так как Мы Все-таки В массовом Сегменте И кухни Везде Эти одинаковые Что люди Потом Эти квартиры Будут Либо сдавать Ну что Очевиднее Всего Либо Перепродавать Подороже Есть Еще Другие Нюансы В этом Плане Что По договору Любого Участия Застройщик Отвечает За все По гарантиям И я понимаю Что конечно Архитекторов Не очень волнуют Юридические Аспекты Но тем не менее Поэтому Застройщик Очень тяжело Принимать Мебель На себя И нести Потом За нее Гарантию И ответственность И мы Пошли Другим Путем Мы Заключили Партнерские Взаимоотношения С несколькими Мебельными Фабриками Компаниями И предлагаем Комбо Продукт Вот очень Дешевенько С моей точки С точки зрения 261 Или покупают Для детей Для студентов Кто не знает Где мебель Что Чего В новом Городе Вот В таком Виде Мы пока Работаем В рамках Мебелировки Периодически Слышим Что В массовом Сегменте Застройщиков Заставят Делать Мебель Ну Пока Этого Я думаю В ближайшее Время Точно Не Произойдет Вот Собственно Говоря Короткая Моя Презентация Готова Ответить На вопросы Какие-то Если Они Есть Да Угу Угу Угажен 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 Ну, спрашивают, конечно, навесы мы никакие не делаем, и у нас своя управляющая компания, мы не разрешаем делать навесы, это портит вид. Если кто-то хочет, не хочет террасу, ну, то есть это же сознательный путь, вот у тебя такой продукт, терраса открытая, ты должен сознательно понять, что она открытая. Если тебе это не нравится, тогда ты выбирай балкон, либо лоджию, они у нас истеклены. Это первый момент, поэтому данным процессом мы управляем, конечно, через нашу управляющую компанию. Что касается безопасности, все террасы, которые мы делаем, они все выходят в закрытый двор. Закрытый двор, даже в нашем масс-маркете, это калитка, система контроля доступа. Мы не делаем никогда террасы выходом на улицу, поэтому, ну, вот вроде бы нюансов никаких нет. Но работает в определенном количестве. Нет, в таком случае нет, конечно. Мебелировку можно включить в ипотеку только если эта мебель есть в договоре долевого участия. Если это есть, тогда вообще не проблема. Это разный продукт, банки пока никак. Несмотря на все наши желания как-то это все потом хотя бы соединить, совместить, пока это не получается. Но, надо сказать, что крупная мебельная компания, у нас, по крайней мере, в Санкт-Петербурге, дают свои кредитные истории и свои рассрочки. Как правило, беспроцентные. Поэтому это может иметь место быть. Но да, в ипотеку в таком случае никак. Есть вопросы, Анжелики. Да, у нас есть еще один выступающий, вернее, наверное, ее нету, да, котлеру Екатерина? Нет, есть. Есть, да? Есть, Екатерина? Мне сказали. Есть, да? Да, тогда мы давайте пригласим Екатерину. Да, Екатерина поделится с нами, расскажет про новостройки эконом-сегмента Грузии, Турции, Стран-Азии. Мне кажется, тема крайне актуальная. Вот, так что приглашаем Екатерину. Здравствуйте, коллеги. Для начала хочу вас взбодрить. Сидела вон там, и, ну, последнего с уважением, коллеги, очень все действительно интересно. Но у меня тема немножко другая. Меня пригласили в этот зал, но я не из мира архитекторов, не из мира квартирографии. Я занимаюсь продажами, я руковожу компанией, которая занимается продажей по всему миру. Мы являемся агрегатором зарубежной недвижимости, поэтому у меня вообще другая тема. Но поскольку меня пригласили именно, ну, вот на такую тему, поэтому я, конечно, собрала силы в кулак и волю. Во-первых, мы сейчас вам раздадим яблоки, потому что надо немножко, чтобы было повеселее. Сейчас Ксения сначала разрешится презентация, потом немножечко вам раздадим такие зеленые красивые яблоки. Почему яблоки? Потому что все, что свежее, обычно очень активное, очень живое. И также это касается и зарубежных рынков. На сегодняшний день я лично вижу картину, что зарубежные рынки именно молодых стран завоевывают мир. За счет своей агрессии, за счет своей рвению к результату, за счет своей энергии. И именно не старая Европа, не те рынки, которые мы привыкли раньше видеть, а все, что новое сейчас и актуальное. Сейчас я возьму вот такую штучку. Спасибо огромное. Так, сейчас мы научимся ей пользоваться. Отлично, все, супер, мы справились. Итак, называемся мы VIP Reality Club. И, собственно, название у нас соответствующее. Новаторское значит «актуальное». Немножечко расскажу вам сегодня об особенностях дизайна, на примере Грузии. Расскажу, какие предпочтения есть у девелоперов вот этих молодых развивающихся стран. И покажу вам кривую спроса на нашем опыте. Себя я представила и просто хочу сказать, что у нас два направления. Во-первых, мы агрегаторы. Во-вторых, мы обучаем риелторов с нуля до первых продаж по зарубежной недвижимости. И, собственно говоря, на сегодняшний день то, что я вижу, страны с низкими показательными экономиками покоряют мир. Я думаю, что не только я вижу, это все видят. Ну и вот я повторяю, что это действительно так. И обсудим влияние архитектуры и дизайна на спрос. И как можно продавать по всему миру, не выходя из дома. Такая курица, она на самом деле живая. Но тут у меня крыльями махало. Но, видимо, видео не идет, слабое. И поэтому вы не увидите мах крыльями. Но вот это было так задумано, чтобы показать, насколько все сейчас актуально и активно. Я хочу сегодня показать вам архитектуру на примере Грузии. Почему Грузии? Потому что два года назад я зашла на этот рынок, или там три, хотя занимаюсь уже зарубежной недвижимостью 15 лет. И как все думало, что Грузия не птица и не заграница, оказалось совсем по-другому. И мы занимаемся двумя направлениями Батуми и Тбилиси. Хотя, конечно же, в основном Батуми, потому что это море. И вот как раз по поводу архитектуры. Смотрите, вот это 2012 год, а вот это 2019 год. Вот за, получается, меньше 10 лет страна сделала вот такой скачок. Конечно же, были инвестиции. И на сегодняшний день ты приезжаешь в страну, как будто это страна, как будто это Дубай. А живешь ты там, как будто ты богач. И это очень прикольно. И за счет чего они сделали такой скачок? То, что я наблюдаю, не являясь, конечно, спецаумом, как с точки зрения девелоперства. Я вижу, что то, что они продают, и то, как они себя позиционируют, и то, за счет чего они сделали рывок, это они привлекли мировые бренды. То есть это такие компании, как Софитель Групп, как Винхам, как Новотель, как они привлекли управляющие компании. И именно за счет того, что они продают не недвижимость с точки зрения квадратных метров для проживания, а именно как недвижимость с точки зрения возвратных инвестиций, именно с этой точки зрения у них пошли большие продажи. Это касается не только Грузии, это касается многих стран, с которыми я сейчас работаю. Но вот сегодня именно про Грузию. Вторая фишка девелоперов и вообще рынков, с которыми я работаю и мои коллеги работают, это огромные длинные рассрочки. Это то, что сейчас нет в России, но по ряду причин, потому что, видимо, спрос опережал очень долгое время предложения. Но, наверное, сейчас, возможно, наши девелоперы тоже к этому будут потихонечку приходить. И действительно, все страны, с которыми я работаю и все, что идет на российском рынке, имеют длиннющие беспроцентные рассрочки до 80 месяцев. То есть ты можешь вложить деньги в недвижимость, которая строится, и она достроится, а ты будешь еще платить там 1, 2, иногда даже 3 года. И, конечно, третье. Ни одна из стран, на которые мы работаем, не ориентируется только на постсоветское, не ориентируется только на Россию. Они работают со многими странами, и я думаю, что, ну, однажды мы тоже к этому придем. И именно потому, что они говорят о проектах с точки зрения инвестирования. Вот я вам показала цены, представляете, на примере Грузии, например, в 2019 году квадратный метр можно было купить за 700 долларов уже с отделкой. Сейчас с отделкой это стоит до 2-200 и даже выше. И это действительно то, что произошло, это рывок в три раза увеличения. И еще раз, архитектура, инфраструктура, длинные рассрочки, это все дает вот такие результаты. Посмотрите на один из проектов, который мы продаем. Я просто несколько вам покажу, поскольку я не являюсь девелопером, ну, и не рассказываю про конкретный, только один. Вот, смотрите, есть такой комплекс «Морской клуб». Он находится на первой береговой линии в Батуми. Они привлекли управляющую компанию «Интерстейт» американскую. Они будут завершать в 2024 году. Вот в эксплуатацию в 2025. На сегодняшний день там практически не осталось квартир. Естественно, за последние там два месяца раскупили все, что было окончательно. Но вот такие, это огромный квартал, который они построили. Это, кстати, первая береговая линия. И я сейчас вам хочу показать фильм. Сейчас покажу цены, потом покажу фильм про этот комплекс, просто чтобы вы представляли, что строят. Вот здесь, сегодня, прямо сейчас можно купить квартиру за 50 тысяч долларов. Это там три с небольшим миллионом рублей. Срок сдачи – 2024 год. Это будет квартира 33 метра с готовой управляющей компанией и с возможностью получать доход, как только они ее сдадут. Сейчас покажем вам, как это будет выглядеть, ну, по проекту, по крайней мере. Очень много всего новаторского. Я сама неоднократно там была, у них несколько зданий построено, дискотеки на крыше, бассейны, вся инфраструктура шикарная с бассейнами, с джакузи, с фитнесами, со всем, что только можно. Поэтому они каким-то образом умудряются строить за те же 1200-1500 квадрат, но, видимо, из другой стоимости земли. Ну, как вам? Нравится? Я думаю, что за 3 миллиона в России, конечно, подобное купить нельзя. Но, опять-таки, я не занимаюсь ценообразованием в России. Я знаю, что продают за рубежом в разных-разных странах. Поехали дальше. Еще хочу вам показать один проект, тоже на примере Грузии. И меня в этом плане поражает страна, хотя мы занимаемся 18 странами, это не является моим единственным направлением. А не уходи далеко, я сейчас Холидей, наверное, включу тоже сразу. И мы покажем вам следующий проект. Давай объясню. А, это я делаю. Ага, так, обратно. Холидейн. И тоже покажу вам, как строилось Батуми, как оно сейчас выглядит и какие проекты. Что они делают? Они, конечно, есть разные уровни подписания договоров с управляющими компаниями. Ты можешь действительно завести управляющую компанию, работать с ней по франшизе, либо она самостоятельно будет управлять. И от этого зависит тоже цена квадратного метра и, в принципе, себестоимость строительства. Что делают грузины? Они заводят на один центральный блок управляющую компанию, а все остальное продают рядом с ней и под этим, ну, под этой маркой, грубо говоря, и за счет этого у них покупают. То есть они не берут. То есть когда ты заводишь очень крупную управляющую компанию, известную, у них очень высокие требования к качеству строительства, к материалам, которые ты, из которых ты изготавливаешь, к планировкам, абсолютно ко всему. И более того, то есть ты подписываешь договор, строишь на свои деньги, и для того, чтобы потом передать это в управление, ты еще раз, естественно, сдаешь этот объект. И, соответственно, этот объект должен соответствовать всем-всем нормам. Чтобы не делать так все корпуса, они берут один корпус, строят таким образом. Раз, раз. Так, все хорошо, отлично. И все остальное они продают на 30% дешевле, и именно за счет этого тоже люди с удовольствием покупают, зная, что эти инвестиции вернутся, потому что пришла сильная управляющая компания. Конечно же, много с этим связано и некоторых обманов тоже, потому что обещают, одно в итоге не сдают, не передают в управление, но идея именно такая, мне кажется, она очень интересная и для наших девелоперов, потому что я думаю, что у нас есть тоже очень сильные внутренние управляющие компании, не обязательно должны быть мировые бренды. Включи фильм. И, собственно говоря, сегодня... А, вот он. Вы представляете, да, это стадион в Батуми, это их известные... Я очень много могу показывать у них зданий, потому что, наверное, из всех стран, которыми я сейчас занимаюсь, это самая продвинутая архитектура из всего, что есть. Музыка. 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 Супер. И я хочу немножко дать статистики, а что же на самом деле покупают люди на текущий момент. И я занимаюсь именно продажей в российским гражданам в основном, хотя не только. И я хочу вам показать статистику, которую мы для себя создали. Сейчас дальше следующий слайд покажешь. Ага, дальше. А дальше следующий слайд. Ага. И вот то, что на примере другой страны мы посчитали. То, что хотят покупать сейчас российские граждане, это квартиры 1 плюс 1 примерным бюджетом от 50 до 120-150 тысяч. Это то, чем они готовы рисковать и спокойно вкладывают в зарубежную недвижимость. И это массовые покупки. Это, естественно, доллары. То есть где-то в районе от 4 миллионов до 10 миллионов это основной тренд зарубежных продаж. И это они хотят покупать. А снимать и для инвестиций самое выгодное на сегодняшний день это квартиры 2 плюс 1, то есть это 2 спальни плюс гостиная, либо таунхаусы, либо коттеджи. Почему так? Потому что массово переезжают люди и не только из России происходит общая миграция, люди переезжают семьями, им нужны большие квартиры. Немножечко в этом плане разнится спрос и предложение. И когда мы говорим об инвестициях и о том, чтобы быстро их обернуть и чтобы это было стабильно, то, конечно, на сегодняшний день, если раньше девелоперы строили за рубежом в основном студии, это касалось и Турции, это касалось и Грузии, это касалось и Северного Кипра, то сейчас такая тенденция, что спрашивают более большие квартиры, а построили-то студии. Но вот есть такая специфика, то есть все, что 2 плюс 1, все сдано, все таунхаусы сданы, все коттеджи сданы, а студии пустуют некоторые. Вот такая вот разница есть на сегодняшний день. Не буду вам показывать еще одно видео, просто покажу вам страны, с которыми мы работали и работаем, а теперь покажу вам то, что сейчас покупает Россия. Здесь не полный исчерпывающий список, но в общем по понятным причинам это те страны, которые сейчас актуальны и то, где застройщики ведут очень интересную политику и во всех абсолютно этих странах есть длиннющие рассрочки, есть фантастические архитектурные решения, и цена квадратного метра колеблется от 1000 до 3000 долларов, это максимум. Ну, наверное, не считая Арабских Эмиратов, там, конечно, дороже тоже есть. Ну, и хочу вас пригласить, всех, кому интересно, на семинар, который мы проведем дополнительно завтра, 21 октября в 15 часов. Если кому-то интересно, вы можете подойти к нам на стенд либо обратиться просто лично к нам. Всем желаю хорошего вечера, спасибо за то, что вы дослушали до конца, и спасибо всем спикерам, несмотря на неформат моего выступления. Всего доброго, хорошего вечера вам. Ну что, наверное, мы завершаем. Есть какие-то еще вопросы к спикерам, к слушателям? Вот, ну тогда всем хорошего вечера, спасибо огромное за посещение нашего семинара. Вот, если какие-то есть вопросы, подбегайте быстро к спикерам, ловите, и в формате нетворкинга уже общайтесь. Все, всем спасибо, до свидания. До свидания. Вот это квартира. Наверное, очень дорого. Благодаря Авито ставка на ипотеку ниже на 0,6%. Поэтому хватило даже на детскую. У меня пока жены нет. Жены нет, а скидка на ипотеку есть. Покупайте квартиры с Авито и получите скидку на ипотеку даже на льготную ставку. Три минуты. Да, такое нельзя пропускать. Мы собрали скидки и акции от застройщиков, чтобы вы не пропустили подходящие варианты. Покупайте квартиры выгодно на Авито. Авито. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok